Я в прямом эфире. Да неужели? Какое счастье быть в прямом эфире. Сейчас я митку пожру. Всем привет, кто заходит на мой эфир. Меня хорошо слышно. Камера как-то хуёво. Блять, не упади только, ради бога. Скажите, пожалуйста, меня нормально слышно? Ну ладно, подождём сейчас. Сегодня нас ждут великосветские беседы. Супер слышно, спасибо. Сонечка, спасибо. София. Моя постоялица постоянно меня глядит. Ладно. Сегодня нас ждут великосветские беседы. Сейчас лишняя шелуха отсеется. Соберётся нужный народ, который нам нужен, да? И мы будем общаться. Сегодня четверг, будний день, сейчас уже все спят, наверное. Ну ничего. Мы с тремя людьми поболтаем. Было бы желание. Вот, заметьте, когда я поближе, у меня нет подглазин, не видны. А когда под... Отодвигаешься, сразу всё видно. Всё говно. Ну, о чём поболтаем. Давно я не был в эфире, уже немножко даже отвык от этого. Смотрите, какие у меня чудеса на лбу. Потрясающие. Выскочили красавцы. Это вот всё от сладкого. Меньше жрать сладкое надо. Вот, жрал бы я поменьше сладкого, не было бы у меня этих чудес на лбу. А у меня ещё здесь прикрыто, вон. В общем, у меня никогда прыщей не было. Это никогда не было моей проблемой. У меня всегда была чистая кожа. А это всё сладкое. Мёд я ем не из-за того, что он мне нравится. А я себя как-то в привычку ввёл кушать мёд после улицы. Я знаю, что это всё херня, но я его ем после... Как приду с улицы. Сейчас же одна зараза ходит. А он же типа антисептическим средством обладает. И я его лопаю после улицы. Ну, если я больше никуда не пойду, я его кушаю. Слушайте, сейчас, наверное, все спят. Уже будний день. Я ещё никого не предупреждал уже. Обычно я в сторис говорю. А в этот раз я что-то совсем никого не предупредил. Выперся в эфир. Ну, похуй, ладно. Поболтаем. Ой, Москву съездил потрясающе. Супер. Поеду опять. Знаешь на что? В Москве, короче, будет фестиваль современного искусства. Короче, там будут актёры и разные авторы комиксов. И приглашённый специальный гость. Это Том Фелтон, который играл этого Драку Малфоя в Гарри Поттере. Я очень жду на него автограф-сессию. Я купил себе билеты. На этот фестиваль я себе купил VIP-билет. И я, короче, пойду на этот фестиваль. Мне он, на самом деле, не интересен. Я не особо разбираюсь. Ну, как? В тусовочке в этой побыть, конечно, супер будет. Но я больше иду туда из-за Тома Фелтона. Потому что, конечно, на него будут отдельные продаваться билеты на эту автограф-сессию. Там с ним можно будет сфоткаться. Я очень надеюсь, что мне удастся всё-таки выкупить этот билет. Говорят, цены будут большие. Сам билет по себе. Вот я VIP купил на два дня. Два дня будет в фестиваль. Я купил себе пять с половиной он стоил. А с Томом фотосессия и автограф-сессия будет отдельно продаваться. Там, говорят, цены будут большие. Наверное, тысяч 10-15. Охуеть, не заставить. Но я, если что, это готов. Собственно, я из-за него туда еду. Нет, ну просто даже тоже сходить на фестиваль, побыть в этой движухе тоже прикольно, мне кажется. Я сегодня весь день голодной хожу. Ну, смотрите, у меня всё повысыпало. Всё говно на лицо вылезло. Всё говно вылезло. Одни прыщи, одни зубы всё уже сломаны вдоль и поперёк. Мне вчера стоматолог... Ну, это врач, короче, стоматолог, говорит такая. Ну, она мне закрепляет эти замочки. Я чувствую, что зубы у меня двигаются, что они у меня отлететь могут. Я говорю, а вы понимаете, что сейчас, мне кажется, будет, ну, пизда моим зубам. Они просто отвалятся. Она такая, ну, ладно, говорит, они не отвалятся, отвалятся, может, брекет отвалится. Я говорю, боже мой. Удачи, лучше брекет, чем этот... зубы. У меня и так зубы все в говно какое-то. Так, я думаю, что все спят. Я думаю, что все спят, и у нас будет в этот раз в тебе нет ни одного изъяна. Да что ты! Правда? Хорошо, спасибо. Нет, на самом деле, есть, конечно, во мне изъяны, как в любом человеке. У меня, кстати, видите, немножко покраснение мне после лазера. Ой, мне сегодня так больно делали. Видимо, ну, сильная мощность была какая-то лазера. Бля, это пытка. Это вот реально ты лежишь, и просто как будто вот средневековая пытка. Но ты понимаешь, что ты как бы сам сюда добровольно пришел на эту процедуру, и ты хочешь там себе что-то сделать, думаешь, блядь, как же это приятно. На самом деле, очень больно. Очень больно. То есть вот тебе делают это... Ой, у меня до сих пор, я даже дотронуться не могу до лица, потому что очень-очень это больно. Вот. Кстати, я хочу сказать, что визуально мое лицо немножко из-за брекетов поменялось. Мне делают правильный прикус, то есть сверху должно... Привет-привет. Привет, эствери. По поводу брекетов, брекеты же, они должны быть правильно, зубы должны вот так быть, верхние немножко на нижние находить. Вот. И... А у меня раньше было наоборот. У меня очень широкая нижняя челюсть и маленькая верхняя. Соответственно, мне вот сейчас исправляют вот этот прикус, и это... больно. это... хуёво и мучительно. Кстати, мне сказали, что я много матерюсь. И что со мной не общается из-за того, что я матерюсь. Ребят, пиздец. Ну, пускай я матерюсь, и чё? И чего теперь? Вы знаете, есть некоторые люди, которые... эээ... ну, хорошие, но они матерятся. И таким даже прощаются много, потому что они... они могут быть трудолюбивыми, могут быть... эээ... очень умными, очень... И им дозволено это только потому, что... ну, потому что на таких людях даже бывает, что, ну, держатся, и у них действительно тяжёлая какая-то жизнь. А я тоже матерюсь. Вот. Понимаете? И поэтому это действительно тяжело. Вот. И тут не материться, это... я не знаю. Вот. Но есть такие вот тихие твари, которые, я не знаю, такие хорошие, такие правильные, ну, в кавычках, но зато они не матерятся, зато они такие прям замечательные, и у них всё замечательно. Их так тоже любят за это, что они грамотно подлизываются. Я вот таких не понимаю. Давайте сегодня с вами поговорим... Да, мат это искусство, особенно из моих уст. И я сейчас не... не говорю в плане... ну... типа, что я такой молодец. Нет, ну, действительно, я материться умею вкусно и классно. А сейчас люди такие подумают, что иди ты нахуй. Короче, сегодня я хочу с вами обсудить кое-какую тему по поводу проекта, по поводу всего, что накопилось за последние дни. Мы с вами не выходили в эфир уже, наверное, недели две. Давайте обсудим перебоем косточки. Это мое любимое дело. Сплетничать я люблю, сплетничать все любят. Но на самом деле я просто хочу последние... последние кое-какие события с вами обсудить и спросить ваше мнение, мои дорогие. Потому что девять человек набралось удивительно, потому что я никого не предупреждала, так спонтанно пришел сейчас с гулянки и решил сесть в эфирчик. Давайте с вами начнем с того, что сегодня мне на сторис, где я говорю, лучше жить счастливо, быть счастливым человеком, сидеть дома, не соваться в бутылку, не лезть. Это лучше, чем, я не знаю, всем строить козни, какие-то гадости делать. Например, в творческой индустрии очень много таких сволочей, которые любят это делать, подставлять друг другу и так далее. Так вот, что я хочу сказать. я всегда человек такой дружелюбный, то есть я никогда не сделаю конфликт на пустом каком-то месте, я стараюсь, наоборот, все углы сглаживать, хотя на меня это не похоже, я человек достаточно вспыльчивый, я могу ругаться, могу собачиться с кем-то, могу там, я не знаю, хуями крыть и не стесняться этого, но я не ебнутый, чтобы это делать просто так. Я хочу вам сказать вот что. Тут меня спрашивают кое-кто, чем сейчас занимаешься, где учишься. Я сейчас ничем не занимаюсь, я сижу дома, нихуя не делаем, короче. Вот. Душечок, конечно, я работаю в церкви, я работаю там уже давно, вот, но я что-то себя поймала на мысли, что быть вот певцом я не хочу, то есть я могу петь, я могу там это как-то может быть совмещать с чем-то, но как-то вот не тянет меня в эту грязь, не знаю почему, я к этому очень спокойно отношусь. Ксюшенька Паврос из моей команды пишет мне вчера, Миш, ты знаешь, что был какой-то галоконцерт, посвященный десятилетию голоса? Я говорю, да ладно. Я говорю, я что-то даже ни сном, ни духом. Она говорит, а тебя типа не звали? Я говорю, нет, меня не звали. Я говорю, да мне как-то все равно. А ей, видимо, стало обидно, может быть, ну как, не то, что обидно, она за это очень переживает. Любому артисту, любому уважающему себя человеку, который занимается музыкой, ему обидно будет, хотя бы в качестве зрителя могли позвать. Я вот, если меня позвали, я бы даже, наверное, не стал бы там петь, потому что я бы сказала, ой, вы знаете, я не готов, мне что-то как-то не очень, потому что меня надо поуговаривать, чтобы я говно такое согласился выступать. Она говорит, Миш, я говорю, Ксюха, мне вот похуй, честно вообще говорю, ну мы с ней в WhatsApp списались, она говорит, Миш, я вот не могу, мне вот прям обидно. Я говорю, а что тебе обидно, не насрать ли больно? Ну не позвали, хуйся с ним. Господи, вот я сижу дома спокойно, я езжу в Москву занимаюсь, я сейчас от эстрады немножечко отошел, я сейчас в основном занимаюсь академическим пением. Вот, и вы понимаете, я бы, наверное, не пошел бы туда, только, может быть, в качестве зрителя, а кто-то из голоса, из нашего сезона пошел туда выступать. Пишу Людмиле, Люда, вот она не присоединилась, потому что обиделась на меня, ну не знаю. Вот, она мне говорит, вот, а Сурен там выступал, я говорю, Сурен выступал, здорово, говорю, ну что, хорошо. Вот, просто кто, очень-очень большинство ребят, которые смотрят меня, смотрят Сурена тоже, потому что я смотрю, бывают совместные там какие-то лайки. Я говорю, ну не знаю. И вот, я, значит, я говорю, мы как-то не общаемся. Я к чему сказал, что я такой дружелюбный? Я всегда на проекте был за какой-то мир. Я всегда со всеми общался, у меня не было конкуренции. Я общался с Настенькой Шугалей, со всеми, вот, с Суреном тоже, с Суреном особо никто не общался, вот, с ним постоянно мама, потому что там ходила, вот. Она его, кстати, ну она в этом плане, молодец, но мальчик уже 20 лет, и как бы все время ходить с мальчиком, это, ну все равно должна быть какая-то свобода, вот. А я всегда старалась со всеми быть, со всеми общаться, со всеми улыбаться, у меня не было никакой никогда конкуренциями, все равно было, кто вылетит, все уже предрешено. ребята, редакторы, они все это, качественно все делают. И вот, значит, мы все это обсудили, я говорю, мне насрать вообще, я посмотрела в сторис, действительно, они там, какой-то концерт был, нас не позвали, ну и похуй. Ладно, ничего страшного. Я к чему говорю, Люда мне вчера такая говорит, вот Сурен выступал там, я говорю, ну и что она такая, я говорю, я с ним не общаюсь, она говорит, а почему, а ты ему пишешь? Я говорю, а почему я должен писать? У меня была такая тенденция, я после, я вообще всегда за какой-то движ, то есть мне надо всегда со всеми общаться, поддерживать отношения. Когда закончился проект, я со всеми поддерживала отношения, старался, с кем я общался, Элене, Ксюша, Настенька Шугалей, моя напарница, да, Сурен, кто еще, кто еще? Ну, наверное, и все на этом. Вроде, вроде бы все. Я всем писал, я со всеми связывался, и было все нормально, то есть, как бы, все хорошо. Потом смотрю, через какое-то время, меня не было тут в Инстаграме долгое время, я такой думаю, ну, когда стал выходить, почаще-то вот осенью, смотрю, Настя Шугалей от меня писалась в Инстаграме, думаю, ну, как бы мы с ней в WhatsApp есть, номерами у нас, да, в ВКонтакте мы с ней тоже есть, в группе, там все, а в Инстаграме нет, я думаю, ну, ладно, с чего бы вдруг, может, дело во мне действительно, может, я какой-то там, ну, дурак и так далее. Но, не знаю, Сурену, Сурену я два раза предлагал встретиться, два раза, по-моему, пару раз было точно, я предлагал ему, говорю, давай погуляем, потому что и мама его, и Сурена, да, да, будем общаться, можем даже песни совместно записать, пожалуйста, что в этом такого, например, встретиться и записать там, допустим, совместную песню, это же здорово, поддерживать отношения какие-то, как-то общаться, да, люди не идут на контакт, то есть, никто не шел на контакт, Элли Немес не пару раз, может быть, гуляли, а сейчас я ей тоже, бывает, пишу, сейчас уже не пишу, вот летом, там, осенью писал, один раз, и как бы тоже на этом все. То есть, понимаете, зрители, почему-то себе фантазируют в голове какую-то идиллию, то есть, что мы на проекте, раз мы на проекте, пели там вместе, что мы там такие друзья, нет, вот почему-то нет, странно, и мне почему-то странно, потому что я человек достаточно дружелюбный, почему бы не встретиться, не посидеть, допустим, да, там, не пообсуждать, не пообщаться, все-таки нас многое связывает, несколько месяцев работы совместной, нет, странно почему-то, я так подумал, да нахуй оно нужно, единственное, с кем мы сейчас очень продолжаем хорошо общаться, это Ксюша Паврос, но нас не разделяет расстояние, она из Питера, поэтому в Питер я собираюсь, конечно, поехать, но пока еще, вот она мне даже, кстати, помогает как-то, она говорит, давай я свяжусь с консерваторией, у меня там, я училась с какой-то Марией Германовной, она сейчас заведующая вокального, давай я свяжусь там, если что, как бы, пожалуйста, то есть, понимаете, как бы, я всегда, мои двери открыты, поэтому, поэтому я только за, но люди не хотят, и почему-то, вот, например, Люда выставляет меня виноватым, такая, а ты ему не пишешь, а, а, значит, вот это и такой секой, почему я-то должен все время писать, я пытался в свое время, я писал, много писал, но никакого ответа нет, никакой, как бы, нет вот этого синтеза, то есть, желания, я не вижу этого, и зачем я бы, у меня есть такая черта, я ненавязчива, если я вижу, что человек не хочет, но не хочет, и ладно, и бог с ним, расскажи больше про голос, я очень много рассказывал про голос, и у меня есть даже видео на канале, на этом моем странном, канале, на котором, блядь, я ничего даже не снимаю, как-то было я, мне дело было нехера летом, я снимал, а сейчас что-то я как-то ушел, я лучше выйду в прямой эфир, поболтаю с вами, а так нечего рассказывать, очень все замечательно, мне понравилось, и я уже говорил, что, наверное, если бы я сейчас участвовал, я бы немножко другое бы, ну, другим бы был бы, вот, так что, ребят, вот так, странно, но действительно, там какая-то атмосфера была между участниками недружественная, вроде все пытались выставить, типа, я вот такой, я, почему-то людей посылаешь нахуй, я людей не посылаю нахуй, а ты почему посылаешь людей нахуй, вот, понимаешь, какой доставкой еды пользуешься, я никакой доставкой еды не пользуюсь, вот, я иду в магазин, покупаю себе чипсы, и жру чипсы, блядь, ладно, шучу, я пью водичку только, вода кончилась, вот, я почему-то думаю, что люди должны друг с другом общаться хорошо, то есть в плане, ну, это же здорово, вот, вот сами посудите, люди, которые имеют общую какую-то творческую нить, да, которых объединяет великое, то есть вот это творчество, музыка, песни, их же объединяет людей, вот это вот магия просто, понимаете, и люди почему-то упускают эту возможность, были скандалы на проекте, ужасные, конечно, ситуации были, просто перед выступлением, например, у нас какие-нибудь, не со мной, конечно, а с ребятами из группы, не буду называть кто, ругались, я говорю, ребят, вы что делаете, нам сейчас выходить на сцену, вы срётесь между собой, как так, зачем, зачем, один вопрос, зачем, почему, неужели это здорово, я вот, если мне, например, не нравится человек, или, например, как-то создаётся какая-то ситуация не очень хорошая с человеком, я предпочитаю с ним не общаться, я очень-очень, я не идеальный человек, я ничего не говорю, но я стараюсь, например, много-много шансов человеку дать, вы можете подумать, типа, кто такой, иди нахуй, и так далее, нет, дело в том, что я с человеком могу общаться, могу не общаться, потом через какое-то время, потом снова общаюсь, но когда я пойму, что человек не мой, то, конечно, я не буду, я лучше не буду общаться, потому что я знаю себя, мне, кстати, многие, например, говорят, вот я очень, ситуация такая, например, я очень в транспорте всегда вжимаюсь в кресло, потому что я боюсь, что человеку места не хватит, в то же время, например, когда я сажусь, и человек вот так разваливается. Я сижу вот так на кончике, и как бы думаешь, если сказать, ну, как-то неудобно, может, человек устал, может, ему, ну, действительно, он такой толстый, ему неудобно и так далее. Думаю, не буду ничего говорить. А мне некоторые говорят, так скажи, что такого в этом? И я просто, зная себя, если я скажу, если мне плохо ответят, у меня начнется вспыльчивость, я начну скандалить, как гаген солнцев. Вот, понимаете, вот такая же, меня многие даже с ним сравнивают, потому что я спокойный, 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 и бывает так меня вот взбесит, что я просто глаза выцарваю. Смотрел новый сад, нет, к сожалению, я не смотрю. Понимаешь, в чем дело, когда ты знаешь всю эту кухню изнутри, пропадает желание уже смотреть этот проект. Хотя я, наверное, лет пять прям честно каждую пятницу хуярил этот проект. То есть я смотрел, я его полностью как бы чекал, все, у меня все, я даже если не успевал, например, смотреть на телевизоре, я, красный нос, блядь, я смотрел его в интернете, как бы все нормально, а сейчас нет. Александр Борисович, вот еще одна тема, которую я хотел обсудить, очень жалко, безумно, это это было, конечно, для меня потрясение. У меня, когда я узнал с утра пораньше, я в этот день, я прям... А мне еще, кстати, писали ребята некоторые, которые меня смотрят давно, мне говорят, Миша, вот тебе надо было в этот сезон, Пелагея, Градский. Я говорю, ну, что поделаешь. Ну, честно вам сказать, я посмотрел кусочек, где Александр Борисович оставлял своих учеников. Это пиздец. Вот где Шнурова не хватает. Вот он бы послушал то, что они пели. Какую-то любовь. Жетейм, Жетейм или что-то такое, или Ламур, что-то такое на французском пели, ребята. Боже, 10 минут песня шла. Вы что, сумасшедшие? В эфир такое... У нас было все строго. У нас вот сжато по рамкам 3 минуты, все, не более того. А тут 10 минут поет эта женщина, ну, девушка такая рыжая, поет, 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 поет. Я говорю, а парень стоит, минут 5 уже молчит. Я думаю, а он-то когда будет петь? Она поет, 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 поет. И он начинает петь. И поет столько же, столько же, столько же. Но это же очень долго. Поэтому 10 минут песни, это, конечно, жуть. Я говорю, я представил бы, если бы я стоял, мы в дуэтах пели, Настя Шугалей пела, начинала «Расскажите, птица» в дуэте, она начинала петь. И я прекрасно помню, я стою, и меня вот так мотает, а запись уже пошла эфира. Я думаю, все пиздец, я сейчас нахуй со сцены вот так вот рухну назад. Потому что я, когда стою на сцене и бездействую, стою в тени, если бы я в тени стоял, там ладно, а я стою на обозрении. То есть и зрители видят, и камера на меня наставлена. Я чувствую, что я падаю. И меня так отшатнуло. Хорошо это они показали. Все камеры были на Настю направлены. А там парень стоял минут пять, не пел. В общем, это было, конечно, тяжело. Некоторые не понимают, как церковный служитель может себе позволить столько мата. Да, кстати, многие даже до сих пор не верят, кто меня знает, ну и особенно из училища, что я вообще служу в церкви. Да, я служу в церкви, я матерюсь. Кстати, я не понимаю абсолютно людей, которые мат вообще не воспринимают. Ну, я считаю, что больные, наверное, люди, потому что сейчас матерятся все, просто поголовно. И, я не знаю, вот Люда, вот Маша, которые очень правильно, они говорят, что не надо материться. Ребят, успокойтесь, я все равно буду материться. И вы можете все, что угодно мне говорить. И будет и мат, и будет, и я буду дальше служить в церкви. Надо разделять своими мозгами, что я не служу в церкви, я работаю там, я не церковный как бы служитель, я не батюшка, я не отец. Это моя работа, а не служение Богу. Я верующий человек, я свои грехи замаливаю, но я и замаливаю перед иконами, а не на всеобщее обозрение. И то, как я себя веду в церкви, как я пою молитвы, как я молюсь про себя, это известно только мне. И так должно быть с каждым, кто ходит в церковь. Вот. Кстати, я призываю людей, все-таки я не набожный человек, но я призываю людей ходить в церковь. Почему? Потому что в каждом человеке должна быть вера. Не обязательно в божеств каких-то, вот именно, а вера в себя. Те люди, у которых есть вера, они очень устремлены вперед, они верят в свое будущее светлое, они идут вперед, они развиваются, они как бы строят себе там карьеру, хорошую жизнь. И помолиться, прийти, например, в церковь, там за себя, допустим, за любимого, за своих родных, чтобы они были счастливы и здоровы, я считаю, что это можно, что, собственно, в этом такого. Как бы просто есть такие прям атеисты, прям ой-ой-ой, изыди, 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 там церковь, что это такое? Ну, почему? Ну, в конце концов, вас, конечно, никто не заставляет, ну, я считаю, что... А ты поешь в церкви или чем-то другим занимаешься? Я пою в церкви, да, но я раньше был солистом филармонии, пока там не сменилась власть, сейчас там вообще непонятные люди какие-то у власти стоят, вообще, кстати, серьезно непонятные. И от былой филармонии остались некоторые только вот лишь певцы, которые мне напоминают старую, добрую филармонию, которую я помню, наверное, с 11-летнего возраста. А можешь нам что-нибудь спеть? Посмотрим. Нет, я не могу спеть, я не хочу петь. Подождите секунду. Очень хочется услышать вашу песню в вашем исполнении. Спасибо. Вот я не знаю по поводу вокала. Я вообще сейчас написала отцу Сергию, говорю, можно мне устроиться куда-нибудь на работу, потому что надоело дома сидеть. Ну, как бы я не сижу дома, у меня все распланировано. Я учу языки, там, пою дома, занимаюсь. У меня вот выступление скоро, правда, в академическом пене. Но, понимаете, я хочу еще работать, я хочу еще быть занятым, еще что-то делать. Не могу дома сидеть изнуряет порой, потому что, сидя дома, например, вот у себя, у меня почему-то такой дом с низкими потолками, он затем тянет вот как-то вниз, ничего не хочется делать, хочется только спать. Ко мне все, блядь, приходят в гости ложатся спать, но не ложатся спать, а все такие, сидят как мухи. Я говорю, что, блядь, ко мне пришел или пришла? Мы пришли, вообще-то там фильм смотреть или там поболтать, или там поржать, я не знаю, я не знаю, ну, что угодно. Я говорю, а вы ко мне приходите спать. Все правильно, Миша, кому не нравится, пусть не слушает. Главное, чтобы человек был с доброй душой. Конечно, просто многие видят, вот приземленность людей очень смущает, особенно, когда, казалось бы, у человека творчество в голове, он одухотворенный, а он видит только обложку, только мат, к сожалению. А головой подумать, откуда этот мат у человека, что провоцирует его. Вообще, все творческие люди, все поголовно матерятся, курят и пьют. Слава богу, вот эти последние два факта меня не задели, а однако же, жизнь еще покажет, может, конечно, я сколюсь вообще. А люди видят только, ой, он матерится, ой, как это плохо, а внутрь посмотреть. Все, кто меня знают, все, кто как бы знает внутреннюю мою составляющую, кстати, мы по этому поводу разговаривали в это воскресенье с нашей регеншей, потрясающей женщиной. Она такая, я говорю, как вы меня в церковь допустили? Я говорю, я вот такой грешный, я вот такой эксцентричный, я очень светский человек, я матерюсь, я могу там обосрать кого-нибудь. Она говорит, Миша, я увидела вот нутро твое, я доверилась своему чувству, когда взяла тебя наш, ну, на клирос, наш храм. Вот. Понимаете, когда человек, вот я тоже вижу сущность человека, если я вижу человека тупой, что-нибудь бесполезно, иметь какое-то отношение, дело, общаться, что, ну, пускай ищет себе ровню тогда, если, ну, со мной не интересно, мне интересно. А когда человек глубокий, и ты это видишь, или видишь, что он такой, вроде такой, непонятный, но у него есть вот этот вот, за что зацепиться, тоже общается, и тоже вот из него вот это вытягиваешь, вытягиваешь. А когда человек приземленный, к сожалению, о чем разговаривать, который видит, кто как одевается, смотрит на внешность, да, там, вот этот жирный, этот некрасивый, этот матерится, этот пьет, бухает. Вы знаете, я могу подсесть к любому бомжу, к любой бабушке, грязной, немытой. Да, мне, конечно, бывает, там, сконфуживает, когда кто-нибудь садится, ах, там, вонючка какая-нибудь, подретузная в транспорте, но, понятно, что, мало кому это будет приятно, давайте откровенничать. Однако же, например, если человек, ну, ты видишь, что он хороший, ну, сука, но хороший, ну, почему бы и нет? Может быть, стоит разобраться, почему он такой сука, и помочь как-то ему, там, допустим, да, пообщавшись. Ну, вот и все. Вот и ответ на все вопросы. Ребята, будьте глубже, верьте в себя, и будьте одухотвореннее, и только позитив. Посылайте всех нахуй, ничего там страшного нет, и вас пошлют нахуй. Вы не думайте, что, если вы никого не будете посылать нахуй, то вас не пошлют. Обязательно пошлют. Вас-то как раз в первую очередь и пошлют, на самом деле. Так что вот, такие вот, знаете, от меня напутствия. Вот, главное, главное, смех и радость в этой жизни. Главное смеяться всегда, идти по жизни с улыбкой, и насрать на всех. Жизнь одна. Вы не следите за кем-то, вы не следите за какими-то там, кто там это делает, что-то тот делает, вы за собой следите. Жизнь такая короткая, что вы даже не успеете оглянуться. Вон, Александр Борисович Градский, ну что, 72 года, ну что это за возраст, по современным рамкам. Следить надо за собой. Вот я, например, стараюсь, мне не получается, я скажу, меня не получается. И это очень хуёво, я за это очень страдаю. Но я стараюсь взращивать в себе культ, культ идеального человека в плане, вот как, ну, в древности, помните, там были вот эти атланты, которые были не только физически оснащены, конечно, какой у меня физически, спортивное тело, это в кавычках, нет, ну просто, как, хотя бы ходить, там, да, много ходить, много динамики, должна быть по жизни динамика. Я стараюсь взращивать в себе, ой, Максик присоединился, ну как ты доехал, родной мой, надеюсь, всё хорошо. Вот, то есть физические какие-то нагрузки, динамика, движение, там, танцы, плавать, ходить, бегать на лыжах, на коньках, на роликах, должна быть какая-то динамика. Или если вы много работаете, там, постоянно в движении, тоже хорошо, это тоже стоит за, например, физический труд. Обязательно духовное развитие, это чтение потрясающих книг, которые вам нравятся, не надо заставлять себя через силу что-то читать, не надо, то, что вам приносит только удовольствие. Читайте, слушайте классику, музыку красивую, наслаждайтесь, вот умеете вкусно это делать, умеете, вот прям засунуть в уши на ушки и насладиться, вот прям раствориться. Смотрите фильмы красивые, старые, новые, будьте в курсе всех новинок и трендов. Вот я себя заставляю это делать. Хотя мне новые не нравятся, но я полюбила Моргенштерна, и у меня, блять, открой мой плейлист, у меня там от Моцарта, Баха, там от Монтеверди, и там, я не знаю, Эрика Сати, до каких-то там Моргенштернов, я не знаю, и хуйни вот это все прочее. И ничего, нормально. Потом еще нужно, что в себе? Внешность. У вас должна быть вот красивая, хорошая внешность. Да, многие там скажут, не родись красивым, родись счастливым, да. Но все равно приятно на себя посмотреть, когда ты, ну, сексуально выглядишь, красиво выглядишь, хорошо выглядишь, когда ты сам себе нравишься. Вот не поверю никогда, что, например, там, человек с кривыми, там, носом, ртом, там, вот здесь роту, вот здесь глаза, там, нос вообще вот здесь, понимаете, и он скажет, ну, какой я красивый. Нет, конечно, все равно все будут подстраиваться под современные тренды, как-то вот, вот сейчас вот это модно, там, стрелки до небес, они будут рисовать себе стрелки, понимаете, все равно, все равно, каждый, вот, внешность, все равно следите за собой, чтобы быть конфеткой, вот, то есть вот спорт, даже не спорт, а просто движение, движение должно быть в жизни. У меня бабка, вот бабушка моя любимая, она, хоть мы срёмся с ней, но вот я понимаю, что она человек вот физического труда, она такой вот, знаете, безумный, я вообще поражусь, скука в ней энергии, ну, конечно, господи, прости душу грешную, не дай бог, ничего, господи, боже мой, в нашей жизни на небесе, господи, прости душу грешную, всё равно, но, еще раз говорю, она вообще молодец в этом плане, но у неё все силы вот туда, туда, то есть она не одухотворённый вообще, не разчёт, но зато в ней столько, она постоянно вот это вот чистит снег, меня хуй заставишь, я тут, правда, мы с ней вдвоём чистили, но столько в ней вот энергии физической, сколько вам денег нет, и мы с ней очень дополняем друг друга, мы с ней не понимаем друг друга, но я говорю, баба, вот если мы с тобой в правильное русло свои отношения внедрим, то ты будешь мне как бы помогать с физической стороны, там, Миша, не сиди, пойдём туда, пойдём копать, пойдём туда, воду таскать, пойдём ещё что-то, а я тебя буду в моральном, допустим, да, в духовном каком-то плане, но она не хочет в духовном, ей не нравится музыка и так далее, ну, тоже заставлять не гоже, потому что зачем против воли там человека что-то заставлять любить, а я буду с удовольствием, если она мне там постучала, в дверь сказал, Миша, давай иди, пиздуй, пойдём со мной, помоги мне там, это помоги, я с удовольствием, конечно, не всегда тоже бывает, сидишь в своих делах, сидишь там, то делаешь, всё делаешь, а бывает, ничего не делаешь и ждёшь, господи, вот бабку бы сейчас бы мне постучала, сказал, Миша, пойдём, ну, я вот тут пошёл, сам снег там начал идти, Максик, хорошо, что ты хорошо доехал, я очень рад, что добрался, замечательно, лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихо воспитанная тварь Раневская, абсолютно правильно, на что мне Люда вчера такая говорит, Миша, но ведь она же не ругалась прилюдно, типа, она это всё делала, только вот так, говорила так, типа, только, но я не поверю, ну, ребят, не поверю, всё равно человек, всё равно все ругают с матом, успокойтесь, никого вы не переделаете, вы пытаетесь переделать под себя, но вы молодец, не ругайтесь матом, а все остальные будут ругаться матом, ещё раз повторю, вы следите за собой, за своей жизнью, она очень скоротечна, вы даже не успеете оглянуться, как вы состаритесь, я уже, блядь, не верю, что мне 23 года, Миша, а ты не хочешь деткам преподавать вокал, мне кажется, ты очень хорошим будешь педагогом, тебя приятно слушать, у меня были ученики, не дети, у меня были взрослые ученики, ещё одна была девочка до проекта, другая после проекта, была девочка маленькая, ну, рависица моего брата, одноклассница, Аня, Анечка, тебе тоже привет, как там сейчас делают, вот как-то, блядь, так хуй знает у меня, я не умею делать, короче, позор мне, ну, похуй, вот, преподавать, да, в принципе можно, но почему-то я всё время себя принижаю, я всё время себе говорю, что там я как-то не смогу, потому что, типа, недостаточно опыта, недостаточно, да, я хоть и закончил там музыкальную школу, четыре года, потом учился четыре года, восемь лет, пидорасил в этой музыкальной индустрии, а в итоге, а что, а, нихуя, но преподать, конечно, я могу, я могу больше психологически, есть такие педагоги, их, кстати, очень много, которые, и психологически, кстати, я вам хочу сказать по секрету, наверное, психологически, если ты будешь своего ученика, наставлять, давать ему веру в себя, он действительно будет верить в себя, он выйдет на сцену и хорошо споет, справится, потому что мне именно этого не хватало, со мной занимались распевочками, там, нотки поправляли, что-то, а чего, какие ноты, если, например, у человека хорошая, например, интонация, у него все нормально, ну, где-то он споткнулся, ну, где-то он промахнулся, да хуй с ним, это же все нормально, мы все люди, мы не роботы, чтобы у нас все было идеально, понимаете, и я бы вот, например, с удовольствием бы принял, если бы мне педагог говорила, Миша, все, пиздуй, ты сделаешь, ты всех порвешь, все будет, все у тебя будет нормально, и верь, и вот, работать над образом, работать над посылом в зал, понимаете, и вот этого мне порой бывало не хватало, что я, собственно, и преподавал своим девчатам, будешь крест на моего ребенка, конечно, буду, я сейчас всех крещу, отец Михаил, как меня батюшка, отец Сергий, называет отец Михаил, все время, он говорит, отец Михаил, давайте уже к нам в церковь приходить, и работайте, я говорю, да ладно, что я буду, диаконом, паки-паки, миром Господу, помолимся, и это, кодилом, это надо пять лет отучиться, в семинарии, у меня что, есть лишние пять лет, вот, так что вот такие, дела мои хорошие, ну что, что еще обсудим, фото Люда, Людочка моя, преданная поклонница, не особо ей понравилось фото, которое я выставил, главным фото, потому что я там, как ребенок, она сказала, как 14-летний, ну, кто-то, наверное, подумал, что это женщина-девушка, но мне похуй, у меня такая внешность, я нормально к этому отношусь, что было в посылке Люды, Люда, вот ее пока нет здесь, можно сказать, а то она меня будет ругать, Люда очень щедрый и богатый, наверное, человек, я не знаю, хотя работает она в детском садике, если бы она была здесь, она бы меня убила за то, что я это все рассказываю, вот, ну, вы, кстати, те, кто чекают мою страницу, смотрят, да, периодически видят ее огромные просто дифирамбы, которые она мне поет, но человек просто реально очень любит меня, это видно, я разделяю, я как бы, ну, все нормально, как бы, вот, она мне прислала, я, конечно, не буду все говорить, вкратце так скажу, она однажды осенью мне прислала 10 килограммов сладостей, прям вот конфет, хороших конфет, кстати, у меня некоторые, некоторые из них лежат, вот такие конфеты, трюфеля, кстати, вот эти победы очень вкусные, вот, ну, вообще тут много-много всяких сердечек, трюфеля вот эти вот, вот, вот бабаевские какие-то конфетки, белочки, ну, то есть всякие вот шоколадные конфеты очень вкусные, кстати, мне вот это очень понравилось, но сердечки больше всех мне понравились, они, фирма победа, очень тающий шоколад, просто я сказала, что я очень хочу сладенько, и короче, эти 10 килограммов я старался раздавать всем, потому что, ну, ну, блядь, ну, ребят, ну, даже если ты очень сильно любишь сладкое, это можно просто сахарный диабет схватить, это 10 килограммов сладости, я, блядь, тащил, у меня руки потом вот так вот ходунул, хотя я ложку, блядь, супом помимо проливал, когда карту подносил, вот, и в этот раз она, видимо, подумала, что сладости у меня закончились, а они у меня уже начинают, конечно, заканчиваются, конфеты уже, понимаете, становятся, покрываются налетом, потому что они уже лежат, они уже лежат уже на месяца два, ну, это же очень долго, вот, и, конечно, уже конфеты портятся, вот, они не портятся, как бы, не сроком годности, а просто уже начинают пилеть, вот эта вся хрень, вот, она мне решила еще прислать сладостей, она мне, сейчас скажу по порядку, я ей просто спросил, Люда, у вас нет там, она живет в Краснодаре, шарфиков длинных, обычные шарфы продаются везде, но мне нужно, вот у меня помните, может быть, ну, наверное, не помните, ну, кто смотрел, кто знает меня давно, у меня гриффиндорский такой длинный шарф от Гарри Поттера, он широкий, и длинный он два с лишним метра, я его вот так обматывал, и хуярил по улицам, я ветер в харю, я хуярю, у меня все тут заледенело, зато здесь шарф, и все, он так мне все прикрывает, вот здесь имею ввиду, здесь капюшон, все-все нормально, и мне нужен такой же теплый, вязаный, хороший шарф, нигде не могу найти, вот нигде, я спросила, Люда, может быть, у вас там есть какие-нибудь вязанные, хорошие шарфы, я деньги отдам, я все, все как бы верну, в общем, в итоге, она мне такая говорит, сейчас найдем, что-то там не нашла, я говорю, ну, давайте, все, хорошо, я согласен, там палантина даже какие-то, их можно вдвое сложить, и накрыться, все хорошо, мягкий, все-все, он говорит, я тебе прислала, пишет мне трек-номер, я, говорит, тебе купила три шарфа, три шарфа, шарфа или шарфа, не знаю правильно как, вот, я говорю, окей, окей, вот, скидывает мне трек-номер, я вбиваю его в почту, посылка, 4 килограмма, я говорю, Люда, а что в посылке, она не может 4 килограмма весить, ну, три шарфа никак не могут, 4 килограмма весить, она говорит, там, ну, только шарфы, я, блядь, открываю эту посылку, там 7 где-то шарфов, 7, ребят, 7, куда мне, блядь, куда, скажите мне, куда, 7 шарфов, ну, там, палантины, разного цвета, обычные шарфы, теплые, нетеплые, куда мне, его тоже буду раздавать, она мне тут, однажды осенью прислала каких-то продуктов, колбасу, вот сырокопченую, сучук, вот это мясо вяленое, оливковое масло, куда, как будто я, я не знаю, нищенствую это, я, конечно, я не сказала, Людочка, спасибо вам большое, но это же пиздец, ну, куда, куда мне, блядь, все эти барыжи, что ли, пойду торговать всем этим, я не понимаю, вот, значит, шоколада, опять куча шоколада, значит, две упаковочки, вот эти, Милка, Чоколейт, вот эти вот, отдай мне, вот эти вот шоколадные полосочки, киндер шоколад, вот эти, длинный такой-то, три шоколадки, коммунарка, такие трюфельные, большие тоже, три упаковки пирожных, потом, две шоколадки, Милка, европейские, я говорю, куда, ну, ребят, ну, я все понимаю, ну, любовь, да, любовь, ну, это же очень много, это очень много, и это, прислала мне, вот этого чуда, куда мне тоже, ладно, буду наряжать свою комнату, зато теперь есть чем наряжать, вот, ну, еще там кое-какие драгоценности она мне прислала, в прямом смысле этого слова, она мне любит дарить всякие драгоценности, я никого ничего не прошу, сама, все сама, все сама, я теперь говорю, могу торговать этим, вот, шила мне одежду тоже, и одно и то же, вот, например, я попросила, говорю, кардиганчик мне можно, вот, она мне сама говорит, я хочу, чтобы я видела, в чем ты, вот, ходишь в моих вещах, что я тебе сказала, окей, я говорю, ну, давайте вот это, она мне, значит, короче, сшила мне хороший кардиган, вот этот черный, кто меня видел, вот я сегодня, кстати, в нем гулял, и еще такой же, только с другого материала, она говорит, ты его будешь надевать там на какие-то мероприятия на другие, ёптвою мать, это, конечно, трешак, это реально трешак, я все конфеты, я раздавал, я все раздаю, я говорю, Люда, ну, Людочка, говорю, вам не жалко, ну, это же, говорю, ну, и денег куча стоит, и, ну, куда мне, куда, ну, добрый душ и человек, ладно, заставить не могу, но, кстати, я ее очень ругаю, говорю, я больше не буду ничего от вас принимать, ну, не надо мне этого, правда, не надо, правда, ну, искренне, вот, так что Людочка, это мой ангел-хранитель, которая, она мне очень помогает финансово, кстати, я не прошу ничего, сама мне помогает, и я не знаю, если бы не она, правда, как бы я ездил в Москву, потому что она мне очень помогает, мне так не помогает никто, мне никто так не помогал, бабушка мне так не помогает, и Люда, это просто, я не прошу, никогда не прошу, никогда, никогда, Да, она сама. Но в то же время она бывает, вот может там что-то мне сказать. Ох, она меня будет сейчас ругать за то, что я не сказала, что я в эфире. Она на меня очень обидится, очень обидится. Она мне любит выносить мозг. Я говорю, Люда, не выносите мне мозг. Она начинает меня учить чего-нибудь. Мне говорит, я не могу сказать ей ничего, потому что, ну, такое. Хотя бывает, я сорвусь на нее. Говорю, не надо меня учить, не надо меня сравнивать там с Уреном или еще с кем-нибудь. Не знаю. Но я ее люблю, очень уважаю. Она очень вот такой спокойный, хороший человек и добрый. Она так проявляет свою доброту. Понимаете, даже в общем, ладно, хватит. А то вы сейчас обидитесь на меня, что я эту эфирамбу пою. Но Люда, действительно. Так, давайте по порядку. Новый год, Новый год, Новый год. Где я буду справлять? Вообще больная тема, потому что я бы, например, праздновала Новый год в какой-нибудь шумной кампании, но у меня такой кампании нет. Мне это, конечно, все грустненько, но тем не менее нет. При жизни мамы, когда случались не очень хорошие ситуации, в общем, у меня всегда я у мамы праздновала Новый год. Но последние годы она уходила в запой страшный. И там было невозможно. Я праздновала у друзей. Мне было, наверное, лет пятнадцать, шестнадцать. Последние два года после ее, ну, как бы, перед ее смертью. А потом как-то вот ее не стало. Я еще праздновала с друзьями. И вот прошел этот период. И я остался только с бабушкой и с дедушкой. И я понял, что уходит вот, время уходит. Поэтому я говорю, ребята, за жизнь держитесь, как я не знаю, за что. Скоротечно, особенно сейчас. Я помню, что мне надо с бабушкой и с дедушкой праздновать. Иначе, вот, чтобы насладиться вот этими моментами жизни. Я стала с ними праздновать. Мне хотелось, чтобы у нас дома всегда была какая-то компания, чтобы у нас было много народу. Мне все говорили, типа, я, вот бабушка, говорит, я не хочу. Это семейные праздники. Вот мы как дурачки втроем садились и вот праздновали Новый год. Очень весело. Потом к нам Кирюша приехал. Когда без мамы остался, он жил с отцом какое-то время, мы его забрали к себе. И мы праздновали вчетвером. Я такой думаю, ну, все-таки собрать. Вот у бабушки есть подруга. А мне всегда нравится со стариками, со взрослыми сидеть. Я же не пью, а они напиваются, веселые, мы песни поем. Нет. Никто, ну, бабушка не зовет никого. А даже если позовешь, никто не идет, не приходит. И как-то, потому что у меня в детстве были такие, помню, воспоминания, когда мы ходили в гости на Новый год к бабушкиной подруге. Живет через две улицы от нас. Ох, там была такая веселуха. Подверг у сердечку. Хуячили в 2004, в 2005 годах. Бля, там Новый год, Новый год. А больше нечего терять. Скоро будем отмечать Новый год. Это было потрясающе. И это у меня настолько вклинилось в мою память, что для меня это идеальный Новый год. Ну, и когда не стало дедушки моего, очень скоропостижно, умер на операционном столе, ему просто делали операцию, не выдержал, просто сердце не выдержало. Охренеть просто. Так бы он еще жил бы и жил бы, но это не выдержало. Мы стали праздновать втроем. Я, Кирилл, бабушка. В прошлом году я так и праздновала. Позапрошлым я Катю позвал, думаю, Катя, ну слушай, ну приезжай, говорю, иначе я это умру. Действительно, был такой тухлый Новый год, и вот мы хоть с Катей немножко походили, как дурачки. В том году было с бабушкой, а в этом году я даже не знаю. Честно, вообще даже не знаю. Звать Катю, не звать, ну пойдет, она не пойдет, может быть, у Кати отпраздновать, может с бабушкой, я даже не знаю, мне хочется веселья, понимаете, для меня Новый год это веселье, а у нас тухлятина, понимаете, а компаний у меня никаких нет. Да я и сам такой человек, то есть не люблю ночевать где-то, я люблю ночевать дома, дома надо ночевать. Хорошая фотка, мне понравилась, спасибо большое. Отдай мне один. Забирайте шарфики, хотя Люда меня убьет, но она мне сама говорит, там Миша раздашь. Это любовь, правда. А ты елку поставил уже? Нет, я сейчас хочу сделать у себя в комнате генеральную уборку, побыстрее, мне надо до 17-го числа, пока я не уехал в Москву, на этот фестиваль. Убрать генеральную уборку, сделать, короче, нарядить свою комнату. Я еще хочу завтра или послезавтра, нет, вот, может, выходные съездить на рынок, купить мигалки, у меня, кстати, моя порвалась мигалка, белыми такими огоньками над полочкой Гарри Поттера висела. Купить вот эту белую и купить себе какие-нибудь, хочу, знаете, огни такие кругленькие, чтобы у меня были кругленькие, я бы их вот так повесил бы, вот здесь бы, вот все по периметру комнаты, именно только на Новый год. Вот, наряжу. А у бабушки я всегда в комнате большой наряжаю елку, у нас елочка стоит. Вот думаю нарядить. Я просто в Москву езжаю 17-го, приезжаю 19-го, потом два дня дома и 23-го я снова уезжаю. Вот, и мне вот в этот период надо как-то нарядить елку, нарядить дом. Она отдаёт вам добро, которое вы подарили ей своим голосом. Да, да, извините, что я немножко с задержанием сейчас отвечаю, это правда. Люда, Люда отдаёт мне добро, которое я ей дарю голосом. Я рад, что у меня вообще есть такие люди, как вы, кто действительно ценитель голоса, голоса. А я не люблю, на самом деле, пустых людей на сцене. Вот есть некоторые люди, не будем говорить, кто это, которые пустые. Вот я, например, люблю Ксюшку Павро, за её, вот эта, она прям такая, прям, в ней много энергии. Я вот от таких людей прям заряжаюсь, потому что, а есть пустые, которые стоят, ля-да-да-да, ля-да-да-да, всё, они пустые, с ними неинтересно, их неинтересно смотреть, их неинтересно кушать. А когда вот, Анна, вот в основном, вот в академическом вокале почему-то такие встречаются, стоят, ля-да-да-да, а есть вот Анна, Анне нетрепка, она поет абсолютно спокойную вещь, а в ней всё это клокочет, у неё в глазах вся история, идёт её жизнь, и вся история, идёт произведение, фабула, сюжет, всё идёт в её глазах. И ты прям на последнем дыхании таких людей, вот я просто обожаю таких, поэтому я тоже стараюсь быть таким, я тоже стараюсь быть не пустым, не безразличным в песнях, и многие люди это видят, кстати, молодцы, вот те, кто умеет глубоко думать, вот вы у меня очень умненькие, те, кто умеют глубоко рыть, глубоко видеть и думать, и рассуждать над песней, не просто вот так, послушал, до свидания, и похуярил, а именно те, кто песня закончилась, а ты ещё сидишь в этой песне, понимаете, это дорогого стоит, это очень берёт, щипает за душу, я сам такой же, то есть я как зритель тоже очень искренний, очень думающий, давай с нами тусить, ой, ну вы далеко живёте, я уж как-нибудь здесь, наверное, в своём райончике посижу, вот, центр города, куда я поеду-то, машины у меня нет, ну, про вас давать я не буду, я тут у деда взял машину покататься, ещё когда он жив был, расхуярил ему всех, всю машину, ну не расхуярил, я, по-моему, рассказывал, я сел за руль, повернул, короче, и в машину немножко задел, я начинаю тормозить, нажимаю, блядь, на все педали, ой, бля, она заглохла, как же пиздит, не у всех развита интуиция, чтобы видеть нутро человека, согласен, согласен, но тогда пускай такие люди не тявкают на каждом шагу, они же должны понимать, что у них интуиция, не развита, что они не могут видеть человека, не могут слышать человека, не могут оценивать человека, так что вот, вот так Люда просрала весь эфир, потому что она специально не заходит, ох, она меня будет ругать, если я ей скажу, что у меня был эфир, она, она, ребят, она тогда мне вынесла весь мозг, Миша, она тогда зашла на 7 минут позже, минут на 7 позже, короче, зашла, и такая говорит, вот, что было вначале, расскажи мне, я все пропустила, я говорю, я ничего не делал, я просто сидел, настраивал звук, и ждал, пока люди присоединятся, точно, еще раз скажи мне, что было вначале, ты сказал что-то важное, я говорю, я ничего важного не говорила, он говорит, все ладно, тогда хорошо, ты точно ничего не говорил, я говорю, блядь, точно, ничего не говорил, вот, а тут уж, понимаете, прошло уже больше часа, наверное, или час, сколько, я не знаю, а ее все нет и нет, сейчас прикол зайдет под конец, говорит, бля, мы в центре тусим, да я понимаю, что в центре, но мне далековато, понимаете, ехать в центр, ну посмотрим, короче, посмотрим, хотел сходить в этот, на фестиваль с Алинкой, со своей, из Москвы, которая моя одноклассница, с которой мы гуляем, а она уехала сегодня в Таиланд, представляете, на сколько, на три месяца, я говорю, что ты там делать будешь, душа моя, с ума сойти, я вот, мне задаром не надо Таиланд, на три месяца, ну я понимаю, все отдохнуть, конечно, это все хорошо, но три месяца, жить там, она говорит, а что я здесь буду делать, здесь одно говно, блядь, одна срань, вот это вот снег и так далее, я говорю, ну знаешь, я как-то люблю, а что, вся Европа снежная, она красивая, особенно перед Новым годом, вот после Нового года, можно уехать, например, во мне начинает просыпаться лето, вот эта вот какая-то ностальгия, солнце, закаты, уже, наверное, с февраля месяца, я начинаю уже, лето себе, с февраля, вот в феврале бы, я бы уехал бы, ну в декабре, когда здесь все, это такое прям, новогоднее предвкушение, тем более, праздновать Новый год, это же здорово всегда так, тем более, у нее день рождения, 18 февраля, вот ты пиздавала бы в феврале, ну ладно, я бы на три месяца бы у нее, я бы с ума сошел, мне кажется, там, я говорю, тем более, там такой отврат, такая еда, вот эта вот вся азиатская, грязь такая, она говорит, нет, там ничего нет, я говорю, ну конечно, это все по слухам, ну вообще, на самом деле, правда, где-то есть отдельные какие-то районы, где грязь, говно и гадость, есть, хорошие, вот мне Люда, вчера, лежит у меня, очень красивая цепочка, с архангелом Михаилом, вот она мне подарила, ой, вот, ну короче, нихуя не фокусируется, бриллиантик маленький и цепочку, уже вторая, куда мне, у меня тут вся цепочка потерялась, при каких-то загадочных обстоятельствах, я уже рассказывала, пошел на массаж, после массажа иду, а у меня цепочки нет, а это был последний подарок моей мамы, теперь у вас есть еще одна Алинка из Москвы, здорово, хорошо, когда в Москве есть какие-то, а мне тут, кстати, Лена, Лена, Лена вроде, да, одна подписчица, говорит, пойдем гулять, я говорю, пойдем, пойдем, хочешь, пойдем, я не строю себя, что я звезда, там пизда, пойдем, я рассказывала тут ситуацию, завита женщина, женщина, девушка, она мне продавала, что-то по Гарри Поттеру, там, альбомчик, а может, что-то она есть, вот, короче, нет, на самом деле, она молодец, она такая, где-то я вас видела, я говорю, прикол, просто мне потом Люда пишет, вот, а мы тебе и лучше слова говорим, и больше тебя ценим, да я все понимаю, но вживую, когда в Москве, ну, там такой поток, и тебя узнают, говорят, где-то я вас видела, одно дело там в Иванове, допустим, а тут из Москвы, понимаете, это же здорово, тем более вживую, одно дело в интернете, вы меня тут, вы, 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 да, вот, я даже не знала, что вы на меня подписались, дело все в том, что, одно дело, вы здесь, которые, вот, мои подписчики, мои любимые, да, вы-то меня как раз и знаете, с проекта уже давно, я как бы к вам привык, а тут люди, которые незнакомы, а в Иванове тоже бывает, говорят, я тут, кстати, ситуация была просто вопиющая, уже после проекта долго, ну, прошло, я вообще хочу приезжать в теплое место, да, конечно, Маш, хорошо жить где-то, где в тепле, я понимаю тебя, в принципе, да, и это с возрастом, тем более, больше начинаешь хотеть вот этого, ну, какого-то, ну, счастья вот этого, солнечного, вот, что, а, вопиющий случай, короче, я, значит, после магазина, что-то с покупками, возвращаюсь домой, иду на остановку, сел на остановку, я еще просто поражаюсь наглости людей, я все, конечно, понимаю, я как раз тогда не снимал в Инстаграме ничего, я, значит, это, сижу на остановке, мужик, я просто, уже после голоса прошло около года, это был, наверное, июль или август этого года, то есть, это было год назад, когда я на проекте был, прошел год, меня еще помнят, как бы люди, помнят, помнят, и нормально, стоит, значит, и просто берет телефон, вот так селфи делает, на моем фоне, вот так вот, я такой сижу с сумками, такой, как луха, блядь, как это, силушка, я такой смотрю, поворачиваюсь, говорю, нихуя себе, а подойти, а сказать там что-то, я не знаю, просто берет вот так на фоне, себя делает селфи, и меня там фотографирует, я сижу как этот, как дурачок, ну еще, я не понимаю таких людей, ну вы хотите сфоткаться, ну скажите вы, подойдите, если вы стесняетесь, ну сделайте как-то фото, ну как-то беспалевно, хотя бы, чтобы я не знаю, чтобы я уже, блядь, ну я не это, пиздец, значит, Алинка из Москвы, я это, подпишусь на вас обязательно, подпишусь, я зайду, что-то я как-то пропустил, видимо, это не мужчина, у меня просто подписываются люди, я не особо смотрю, кто на меня подписывается, вот, подпишусь тоже обязательно, я вообще хочу, да, Маш, вот я тоже хочу, мне вот в Испанию предлагали переехать, надо переезжать в Испанию, хорошо там, вот сейчас там какие закаты, я тебя со школы знаю, а ты кто, может быть, я тебя тоже помню, если ты в нашей школе учился, я, может быть, тебя тоже помню, просто, очень, конечно, понятное имя, поэтому, если напишешь кто, может быть, я вспомню тебя, может, я знаю, и вообще, я всех из школы знаю, слушайте, блядь, мне так натирают здесь, этот, брекеты, слушайте, мы с вами уже пиздим достаточно давно, надо уже потихонечку закругляться, я хотел до 11, потому что мне, не, я младше тебя, ну, понятно, что младше, нет, я имею ввиду, ты из нашей школы, из моей школы, что ли, или ты просто со школами, немножко туповатенький, на вас подписалась, а, так вы еще на меня даже не подписаны были, а, вот так вот, вы на меня даже не подписаны были, ну, ладно, а я и не знал, еще как-то, как люди меня находят еще, и вы на эфир, да, конечно, а кто ты, скажите мне, кто вы, кто вы, и в каком вы классе учились, или учитесь, или у какой классной руководительницы, может быть, я знаю, ой, ну, давайте еще, может, что-нибудь пообсуждаем, так что, я вас промотивировал, давайте двигаемся, динамика, 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 я, кстати, пою, наверное, только из-за того, что у меня есть, у меня инсты не было, да ладно, я пою только, вот, благодаря вам, потому что, что-то я как-то не хочу, вот, петь, вот это все, честно, я бы, наверное, устроился дворником работать, и работал бы дворником, и счастлив был бы от того, что я работаю дворником, потому что, вы знаете, я человек достаточно приземленный, простой, вот эта вся сцена, вот эта хуйня, мне не нравится, вот, но, я, кстати, купил же у меня микрофонная установка, то есть у меня есть, я купил себе вот наушники, студийный микрофон, вот этот вот, короче, стойка, с хуйней, этой круглой, короче, звуковая карта, которая все это мне обошлось, в районе тридцатки, я сегодня попел, боже, это так здорово, когда ты поешь и слышишь себя, я бы вот даже это выставлял бы, просто в лайф режиме, то есть вот ты записал, ну, может, какой-нибудь эффект сверху набросил, потому что, если ты чисто поешь, почему бы тебе, ты, может, в спокойной домашней обстановке поешь, если ты чисто поешь, то почему бы не выставить, я бы так мог бы постоянно, только надо вот обработку, как наложить, блять, здесь у тебя программа на английском языке, это же пиздец, мне сейчас двадцать, получается, на три класса младше, и классный рук физичка Лашкова, Нинель Джорджевна, Нинель Джорджевна, а кто ты, скажи мне, как тебя зовут, я должен помнить, я же знаю этот класс, не, нельзя не пользоваться своим талантом, если он дан, то надо дарить его людям, обязательно надо петь, понимаете, когда ты живешь вот в Иванове, когда ты живешь с бабушкой, когда ты живешь, в общем, не предоставлено сам себе, хотя у нас есть квартира, я бы с удовольствием переехала, но бабушка не хочет мне ее давать, потому что там квартирант, мы уже с вами это обсуждали, то приходится только мотивацией вашей пользоваться, то есть если мне говорят, Миша, здорово, давай, пиздуй, давай, нам надо, тогда идешь и делаешь, а если нет ничего, то ты сразу, вы знаете, я когда приезжаю из Москвы, я приезжаю очень укрыленным, там вот Ирина Евгеньевна, которая со мной занимается, она в меня верит, она в меня вкладывает, и ты чувствуешь этот прилив, ты должен, думаешь, бля, как хорошо, типа, как классно, что в тебя поверили, что в тебя вложили вот эту свою частицу души, и ты приезжаешь в Иваново такой возвышенный, не в плане там самооценки, а в плане работы, тебе хочется работать, потому что я в Москве просто порхаю, я там летаю на метро, туда-сюда я могу выйти утром и прийти только под ночь, везде кататься, собирать вот товар по Гарри Поттеру, скупать там, ездить в разные места, гулять, развлекаться и так далее, приезжаешь в Иваново, такой весь хороший, замечательный, бабушка на тебя, что-нибудь там тебе говорит, и ты такой, блядь, и ты с каждым днем все меньше и меньше, ты затухаешь, в этом городе нельзя вот быть вот таким, нужно срочно переезжать в Москву, я это понял, в этом году я это понял окончательно, потому что здесь делать нечего, правда, вот человеку, которому все время нужна какая-то подпитка, лучше жить в Москве, лучше жить в Москве, в Иванове здесь делать нечего, давай, нам надо, хорошо, хорошо, вы мне скажите, вам на работу, значит, нужно переехать, да, нужно переезжать в Москву, вы мне скажите, вам завтра всем на работу, наверное, на учебу надо, а мы с вами пиздим, мне это никуда не надо, у меня сегодня служба утренняя пропала, наш отец Сергий уехал в Москву, на службу к патриарху Кириллу, скидывал видео, где он говорит, вот вы никогда не заболеете коронавирусом в храме, ходите в храмы, не знаю, двойственно, многие современные люди говорят, о, да, все это говно, там, лошадь, профан, провокация, я не знаю, ну, не знаю, да, всем вставать, но невозможно выключить институт, да вы мои золотые, боже мой, ну, это вот как мне Люда говорит, невозможно, как можно спать, говорит, если ты в сети, она за мной прям следит постоянно, постоянно, если я кому-то что-то каменчу, очень ревниво ко мне относится, начинает мне говорить, почему ты там сразу им отвечаешь, а мне не сразу отвечаешь, вот тоже такие же бывают, это, да ладно, чё, ну, мы действительно редко выходим в эфир, то есть не так часто, поэтому, я думаю, что пообщаться можно, и всем вставать, в принципе, если в 12 лет, что всем можно спокойно встать, я думаю, что мы потихонечку сейчас будем закругляться, вот, мы с вами обосрали всех, обсудили всех, поэтому, поэтому можно просто поболтать, вы мне скажите, родные мои, кто-нибудь из вас прививался, делал прививку или нет, у кого-то может быть антитела, кто-то болел, мне просто интересно, вот, потихонечку сейчас все отключаются, ну и правильно делать, мы уже сейчас потихонечку закругляться будем, я вот бабушку свою никак не могу заставить вакцинироваться, все, все старики, все старики, болеющие сосудистой какой-то болезнью, они все умирают, вот все, кто были на моей памяти, кто страдал, вот, как более или менее, как так или иначе, сосудистыми заболеваниями, мне тут Ларисочка моя, любимая косметолог, я к ней ходила недавно, в понедельник что ли, она говорит, Миша, она сейчас просто учится еще, и она говорит, Миша, это страшно, потому что подвержены сосудистые люди, то есть у кого плохие сосуды, у кого очень плохая сосудистая система, вот, потому что, вот у Ирины Евгеньевны, кстати, умер брат, она ездила в Москву, в Питер, она хоронила его, он говорит, заболел инфаркт, у него инфаркт инсульт был, то есть вот он, схватила его вот эта болезнь, его положили в ковидный центр, он заразился там ковидом, и умер, как, блядь, можно человеку, у которого сосудистая болезнь, ложить еще в ковидный центр, в общем, это, конечно жесть, просто убили мужика, я считаю, просто убили, потому что многие, те, кто не справляются с ковидом, это люди, подверженные сосудистыми, короче, заболеваниями, мама у меня привилась, и я думаю еще, ничего страшного не будет, отца ради бога, идешь, колешь себе этот, я себе проколол, как его, ой, блядь, спутник, лайт, лайт, вот это вот, просто понимаешь, сразу как-то отпускает, как будто сделал долг перед родиной, ну, прокололся, единственное, меня хуевертило, меня ночью очень схватило, и пиздецки, как меня хуевертило, там мне было тяжело, в плане температуры, два часа это длилось, два часа, и температура была 37,5, но, если бы я выпил парацетамол, ничего бы не было, все бы прошло, и ты бы даже не почувствовал, может быть, с легкостью какой-то там, а еще лучше на ночь сделать прививку, потому что она начинает действовать только часов через 12, ты бы уже выспался, ты бы уже проснулся, и днем бы ты это, может быть, даже полегче пережил, он, конечно, если тебе не на работу, но там вроде, если я не ошибаюсь, дается один день выходного после прививки, поэтому днем легче, понимаешь, когда ты ложишься спать, и тебе спать, особенно на следующий день, если еще куда-то идти, то ты, я вот не смог уснуть, я до 4 утра возился, я лег где-то в час, к двум у меня начало, я начинаю засыпать, и слышу, как в ушах все шумит, бурлит кровь, как будто там какое-то внутри идет сражение вот с этими бактериями, и ты такой, думаешь, все звенит, блядь, и так, блядь, и оно все сильнее и сильнее, и ты вот так, вот так вот, но все равно легче, все равно легче, чем при болезни, то есть чем при температуре, когда у тебя вирус, когда у тебя вирус, ты возишься туда-сюда, у тебя ломота, у тебя вот это все страшно, со страшной силой, сильно как-то, оно ничем не сбивается, ты вроде выпил лекарство, все равно какое-то состояние, а тут всего 2 часа, я засек время, я до 4, с 2 до 4 я возился, я встал, думал, блядь, и вот когда я встал, около 3 в четвертом часу, у меня стало уходить это все, то есть у меня час это все бурлило, потом стало уходить, думаю, ну ладно, то есть это все можно было, а у меня Дашка, одноклассница, говорит, у меня мама сделала, но она выпила парацетамол, у нее все прошло, у папы вообще ничего не было, так что ничего страшного, я думаю, не будет в этом, просто вот в плане того, что QR-код теперь есть, не надо постоянно, блядь, эти тесты сдавать, блядь, по 2 тысячи тратить, долг перед Родиной, слава Богу, и как-то вот полегче стало уже, и ты ездишь, слава Богу, все сделано, и отъебитесь нахуй, вот и все, но молодые-то, они как-то более посильнее ребята, у них еще с сосудами не такая проблема, хотя у кого как, вот, бабушка жалко просто, думаю, блин, страшно, все что-то мрут со страшной силой, Градский-то тоже у него организм ослабел, у него в сентябре был ковид, он же вообще, он все это вот так, вот, он же, а что-то, вот, понимаете, уже все, потухал человек, утухал все, он угасал, его уже не было с нами, и это все последствия, вот это, понимаете, человек просто гаснет на глазах, поэтому не дай Боже, Господи, не дай Бог, живите, берегите себя, мои родные, не давайте в обиду, вот это вот, на то, на те слова, которые я говорил, заботитесь о себе, в первую очередь, не о других, а о себе, о любимом, проявляйте этот нормальный, абсолютно здоровый эгоизм, проявляйте его, вот, что думаешь насчет нового эпизода Гарри Поттера на Новый год, слушай, короче, я думаю, ох, вышел, замечательно, я сейчас думаю, посмотрю, ну, оно же будет 1 января, замечательно, еще такой, вышел, значит, промо-ролик, я такой, о, там, снялся Робби Колтрейн, Эд Хагрида играл, Мэтью Льюис, или как его там, который Невил играл, и Артура Уизли, думаю, ой, здорово, как хорошо атмосферника, думаю, замечательно, выставляют сегодня фотку, где сидит Дэн, Эмма и Руперт, и говорят, что это будет в виде интервью, то есть тупое воспоминание о Гарри Поттере, я думал, ёб твою мать, ну, типа думал, что это будет какая-то история, какая-то, может быть, они повзрослевшие, или там просто, я не знаю, какое-то волшебство опять какое-то будет, пускай на полчаса, потому что это же маленький эпизод, действительно, спецэпизод какой-то, кто-то говорит, что это просто тупое интервью будет, что они просто будут сидеть и вспоминать это, ну, я как-то подрастроился немножко, но, с другой стороны, все равно приятно, вот их снова увидеть вместе Дэннилс, симпатичный парень, ему бы сбрить эту бороду, она ему не нужна, она его и страшнит, и старше делает лет на 10, обязательно поймем, мы же тоже в тебя верим, столько еще песен хочется услышать в твоем исполнении, мне очень нравится, как ты спел не для меня, хорошо, буду петь, я специально себе купила вот эту установку, мне надо разобраться, блять, в этих программах все на английском, все, господи, ну, боже мой, но мы договорились с моим звукачем, что я дома буду записывать песни, а ему отправлять на обработку, я не знаю, как он на это отреагирует, он мне может сказать, типа, ну, считайте, это кусок хлеба у него отнимается, ты же раньше к нему приходил, записывался, вот он мне записал, не для меня очень красиво, но дома как-то поспокойнее, ты запишешь, как тебе надо, вот у меня есть песня, Вера, Меладзе, не салют, Вера, а именно, Вера, ты одна осталась, там внизу, очень внизу, начало, очень внизу, я могу так петь только с утра, и я вот тут вчера встал, у меня все ушли из дома, и я к северу, к северу, к северу едет поезд ночной, и я прям побосил там, понимаете, я не могу прийти днем и спеть эту партию, и поэтому мне удобнее дома это сделать, не знаю, я прописал, я ему накидаю, конечно, всех этих нарезок, этих вокальных, что он там с этим будет сделать, сможет ли он из говна конфетку сделать, я не знаю, будем пробовать, он просто мне скажет, типа, фу, как отвратительно записал, еще мне скинул, я бы лучше, конечно, записал бы, ну, ладно, надеюсь, он меня не сильно будет ругать, и пускай хотя бы за обработку только, ну, деньги с меня будут брать, а я буду дальше совершенствовать в этой звукозаписывающей индустрии, да, у меня вот со мной в церкви поют ребята в колледже, которые преподают, не в моем, а в колледже культуре, преподают звукооператорское дело, они мне отчасти что-то помогают, там, советуют, я как бы надеюсь на то, что я буду чаще и больше записывать, я бы реально даже записывал просто тупо отрезок какой-нибудь песни в лайв-режиме, просто небольшую обработочку, вокал с минусом балансировал, и все, и выставлял бы круто, круто, и до видео бы с ним, себя бы снял бы, и вообще здорово было бы, но, не знаю, это все в идеале, конечно, я надеюсь, что я когда-нибудь до этого дойду, и сейчас я активно этим занимаюсь, вот, копошусь там на английском, нахуй, все на английский, хуй, я не понимаю, поэтому вот, не делала Маша, и не буду, мне нельзя, да и по православному, это печать зверя из книги откровения в Библии, у многих сильный побочный эффект, особенно на сердце, и ревакцинация все больше убивает иммунитет, ну, каждому свое, я же не призываю, это ничего делать, я вообще ненавижу, я сам не люблю, когда меня что-то призывают, что-то доказывают, что-то навязывают, и сам этого стараюсь не делать, я посчитал нужным сделать, я это делаю, я считаю нужным ходить в церковь, я это делаю, я просто могу дать совет, там, типа, верьте в себя, там, придите, помолите за себя, за своих близких, а уж кто как захочет, и так далее, то же самое здесь, вот кто-то верит, например, православному, православные книги откровения в Библии, и, а я вообще не знаю, эту книгу, и я вообще, мы церковные книги не читаем, мне это неинтересно, вот, ну, кто-то в это верит, и, пожалуйста, как бы, это ваше дело, вот, но просто, кто предупрежден, тот вооружен, то есть, как бы, если заболеть, то это будет очень и очень и очень плачевно, меня успокоил тот факт, что по всей России, по всему миру, эти вакцины делаются, и, как бы, люди живут, и только, может быть, единицы там, какие-то прям серьезные, какие-то побочки, но, опять-таки, кто-то, ну, кто-то мне сказал, что еще никто не умер, да, может, какие-то были серьезные осложнения, но, никто, говорят, еще пока не умер, и вот это у меня, как бы, я понимаю, что сколько уже людей вакцинировалось, миллионы, и ничего, а чем я думаю хуже, я молодой, ничего, думаю, со мной случится, я как-то не, ну, страшно было, но страшно больше было не из-за того, что я там умру, нет, а страшно было вот эта болезнь, я ненавижу болеть, я ненавижу вот этот состояние лихорадки, я такой пиздастрадалец, я вечно страдаю, я лежу под этими одеялами, потею, и вот так, ааа, ааа, вот, вот меня прям это вот состояние бесит, тут это состояние было, но оно было два часа, и как-то контролируемо, вот, поэтому, ну, не знаю, каждому свое, у меня, у меня все делали, и я тоже тайком от начальника, он, яра антивакцинатор, ну, нет, ну, пускай антивакцинаторы тоже будут, кто, кто, кто против-то, вот, просто страшно, страшно, не дай бог заболеть, особенно людям в возрасте, ждем веру, вера, это моя самая любимая песня, Костя Меладзе, я его Костю Меладзе обожаю, я бы на его какие-нибудь тренинги походил, это просто мой, мой кумир, среди русских, вот, каких-то композиторов, гениальный человек, столько гениальных песен, написано для Виагры, для Валеры Меладзе, для М-Бэнд, для, не знаю, кто у него еще там был, для Гагарина, и вот это, ты же меня простил, сказал, там все мимо нота, или там, например, Колыбельная, тоже его, вообще, очень-очень много, его каких-то гимнов, песен, и он слова сам сочиняет, вот он поставил эту веселую, веселую, какие-то постановки ставят, украинские, это вечера на хуторе Близди Канки, вот новогодний шоу, где он, даже если вам немного за 30, и с надеждой, все это его песни, это шикарные песни просто, я обожаю Костю Меладзе, больше жизни, и я буду с удовольствием, если бы Фабрика еще была, Фабрика звезд, я бы к братью Меладзе сходил бы на кастинговые, вот, потрясающая песня у него, я его люблю, просто, очень люблю, Валеру Меладзе не особо, не фанат вот его голоса, но песни, опять-таки, но песни, опять-таки, все написаны Валерой, ой, Костей, а Валера их исполняет, так что Веру очень хочу записать, очень, прям мечта моя такая, вот, так что вот так, моя хорошая, что-то я запизделся уже, да, что-то мне даже жарко стало, я всегда когда вот так сделаю, у меня здесь красные щечки появляются, я просто протираю вот так, пиздец, мне говорят, тебе никакого этого, как алкаш, тебе, говорит, никакой румяны не надо, я говорю, конечно, вот смотрите, да, природа как распорядилась, брови вздыблены, так вверх, губы такие, вот я ничего с собой не делаю, мне бывает, вот, а, еще одна тема, это вот нужно, это обязательно обсудить, многие, ну, как многие, некоторые люди говорили, что я, типа, крашусь, фотки мои отредачены, я признаюсь, что я убираю синяки под глазами, я это не скрываю, но, но, сами фотографии, когда я делаю фотографии, я выставляю правильно свет, я делаю, чтобы свет был, вот, именно вот такой, видите, вот я подальше, все черные круги под глазами, когда свет тебе бьет, прямо в лицо, кругов меньше, потом, нужно правильный ракурс выбирать, сверху, снизу, по светотени, все это выстраивать, я, когда фотографируюсь, я это стараюсь, я не говорю, что я прям идеально, нет, я стараюсь это как-то сделать так, чтобы это было хорошо, потому что эффекты я никакие не накладываю на фотографии, единственное, что я могу наложить, это ретушь какую-нибудь на лицо, чтобы вот таких сюрпризов не было, да, и под глазами, чтобы брать, все, многие говорят, что я могу, вот у меня лежит, я даже опрос проводил, помню в инстаграме, что посоветуйте мне, какой-нибудь хороший консилер, или как это называется, чтобы замазывать под глазины, я купил себе вот такую, мне посоветовали, я себе купила вот такую штуку, все, больше я ничего не делаю, особо любят люди, говорят по поводу моих губ, видите, они у меня ветреные все, по поводу моих губ, кто-то сказал, Люда мне писала, что у меня на первом, на слепых прослушиваниях, как будто накрашены губы, ребят, нет, ничего я себе не крашу, ни губы, ни половые губы, ни на лице губы, ни глаза, ни нос, ни, ничего, ничего, там нас гримировали, я люблю кусать губы, чтобы они были покраснее немножечко, из-за этого они у меня обветриваются, и когда ты наносишь вот этот бальзам, вот этот кармакс, а он обладает немножечко ментоловым таким эффектом, он их, вот это все увеличивает, и они получаются немножко легкая припухлость, как я это называю, ничего, все нормально, поэтому я и снимаю все время в эффектах, чтобы у меня лицо немножко опущенное, вот если я вот так разговариваю, да, а когда ты немножко приподнимаешь, то есть, понимаете, я как женщина за 40 выгляжу, ну вот, я как бы особо не обижаюсь на это, потому что я уже привык, стричься я не буду, я уже в детстве, у меня столько было стрижек, я лысый ходил, лысый, наверное, лет до 14 ходил, лысый, просто на лысый бритый, да, ребенком и уже подростком я ходил, уже в подростком, около лет 14 я стала себя отращивать, какие-то волосы, то есть, у меня стали они немножко, вот, бипонтен крем не мазь, именно крем с голубой полоской, все заживит, я покупала бипонтен, 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 не бипонтен, слушайте-ка, у меня вот такая, сейчас, вот такая у меня, уже заканчивается, поскольку я делаю лазер на, лазер на лице, мне нужно, чтобы у меня проходили, у меня эти штуки, вот, мне после лазера нужно, этим полосомоз закончился, я сегодня купил новый, но мне продали какой-то детский, крем, с бипонтеном, так что все это есть, прыщи вот эти вот, это все хуйня, это все от сладкого, я же сладкая, просто этими пачками, поэтому, поэтому вот так, это он, видишь, как хорошо, с голубой полоской, он от ран, ожогов, я хотела его купить, в сбераптеке заказать, там 800 рублей стоит, я говорю, нихуя струя, блять, я его в аптеке за, за 600 с чем-то покупал, а лазер какой, диодный, Александрит, ой, честно, я даже в этом особо не разбираюсь, мне делают на лице, лазером, просто убирают вот эту растительность, вот эту, потому что я очень стала испытывать дискомфорт, постоянно бриться, я брился каждый день, у меня к вечеру отрастало, у меня не сильная растительность на лице была, но у меня вот здесь было, и вот здесь было, уже к вечеру все отрастало, и, да, спокойной ночи, мои хорошие, простите уж, что так надолго, и простите, что поздно вышел, спокойной ночи, сладких вам снов, удачи завтра на работе, посылайте всех каждого нахуй, и жизнь будет вас бить ключом, вот, я не сохраняю свои эфиры, я, к правилу, их удаляю, похуй, вот, я сейчас тоже уже, мы заканчиваем, закругляемся, вот, и испытал какую сложность, стала же эта пандемия, ношение масок, и, вы представляете, каждый день ты бреешься, и, маска, у меня все было воспалено там, у меня каждый день было здесь, красная полоска, у меня был воспалительный процесс, бесконечно, каждый божий день, то есть у меня каждый день воспалительный процесс, у меня лицо просто не заживало, потому что я, как ненормально, вот это все выбриваю, выбриваю, у меня постоянно какие-то покраснения, вот, и я, просто мне жалко стало своей кожи, а потом проект в моей жизни появился, от Антона вот этой косметики, во-первых, на площадке Мосфильма, нужно всегда было ходить в маске, всегда, ругались очень сильно редакторы, им прям пиздюлей за это вставляли, и ты с гримом, вот с этим толстенным, тебе тут грим, в маске, все это потеет, и ты еще и набритый с утра, боже, ребята, это просто пытка, это была реально пытка, я говорю, хватит, и я, наверное, наверное, весной, где-то в мае пошел, я решился, мне было страшно, потому, ну, сейчас мне уже похуй, и у меня, я сейчас нахожу свои старые фотографии, где у меня еще вот эта щетина, это просто трэш, и сейчас я забыла о бритве, то есть, ну, как, у меня есть бритв, ну, я приеду, все равно, все равно выходит, и я этому даже рад, что, как бы, живой организм, у меня постоянно, какой-то идет, фотосинтез, блядь, в коже, вот, то есть, вырастают, но они уже такие блеклые вырастают, белые, уже нет вот этой вот колючки, вот это всего более мягкое, даже, ну, может, есть колючки, там бывает, выходит, но уже нет этого, я могу, например, не бриться какое-то время, я могу вообще не бриться, да, оно вырастает, я могу так обрасти, но этого все равно особо не видно, и так далее, вот, и радует меня, радует то, что это не навсегда, то есть, ты захочешь там более зрелом возрасте бороду, просто не будешь ходить делать этот лазер и все, понимаете, как это удобно, вообще, филигранно, мне все нравится, я потому что поначалу думал, боже, а если я когда-нибудь захочу себе бороду там отпустить, а у меня не будет этой возможности, нихуя, не походи там год, у тебя все вернется обратно, так что это все пиздеж, и провокация, ложь пиздеж, и провокация по поводу того, что вот, лазер удаляет навсегда, нихуя он ничего не удаляет, все равно все вырастает, лазерную убывающую луну делать нужно, лучше александрит, так как диоды не навсегда удаляет, я в этом ничего не понимаю, хочешь, я тебе потом напишу, я посмотрю, чем они там делают, александрит или диодный, я тебе напишу, потому что я вот это меня не особо понимаю, так что вот так, так что это очень реально упрощает жизнь, упрощает, особенно вот если, если тебе некомфортно, вот кому-то некомфортно, что волосы там на лобке, я не знаю, или на ногах, или на теле, на подмах, идите, блядь, и делайте, не так уж это и дорого, раз в месяц, вот мне делают за 1400, ну раз в месяц за, да и то, сейчас у меня период увеличился, то есть я хожу не раз в месяц делаю, а раз в полтора месяца, ну раз уж в месяц, я думаю, найдется там 1400 рублей, но сегодня было очень больно, я думала, просто пытка, особенно здесь у меня мурашки, вот я сейчас говорю, у меня прям мурашки, аж вот здесь сзади все, вот здесь болит, и потом прям болит, дотронуться больно до кости, потому что настолько прожигает, чем толще волос, чем он чернее, тем он лучше как бы способствует, у меня он Алинка делал, она говорит, блядь, деньги на ветер, у нее светлое, она говорит, у нее ничего, все равно не убралось, и так далее, ну уж не знаю, мне норм, мне даже вот этот эффект, который делают, пускай не навсегда, он все равно мне нравится, потому что я уже все равно, у меня кожа хотя бы отдыхает, ну представляете, ребят, каждый день хуярить, брить, и просто сейчас в масках, вот я решился, вот только когда вот маски вот эти появились, внедрились, потому что парниковый эффект, это очень тяжело, вот поэтому, поэтому вот так, ну что, закругляемся, какие-то вопросики еще есть, есть вопросы, редко выхожу, надо почаще выходить, но ничего, вот сегодня видите, как получилось, что мы не смогли, не смог, точнее, не то, что не смогли, я не предупредил никого, и день, недели, и уже было 10 вечера, даже уже 11, час был, поэтому, так получилось, что, что мы с вами немножечко припозднились, но я думаю, все равно мы сегодня хорошо поболтали, и пускай, мне знаете, что нравится, что в эфире все время у меня выходят разные люди, могут одни и те же приходить, но пишут, например, вопросы разные, бывают прям активно, активно здесь пишут, какие-то вопросы задают ребята, да, там, например, мои постоянные зрители, а сейчас что-то в этот раз, все мои постоянные зрители, их почему-то нет, ну, те, которые прям постоянно, регулярно там, в комментах пишут там, или на сторис отвечают, они здесь, ну, видимо, может быть, просто не предупреждены, плюс будний день, хотя я как-то в среду уходил, вечером тоже ничего, тоже писали, фу, как будто смену отпахал, как будто смену отпахал, очень хорошо поговорили, доброй ночи, хорошего дня завтра, спасибо, мои хорошие, спасибо, завтра я на массаж иду, помните, я сторис выставляла, наверное, люди скоро подумают, что я только отдыхаю, сижу дома, нихуя ничего не делаю, хожу на массажи, в салоны красоты, там, к косметологу, да нет, на самом деле, я и работаю, я просто не привык снимать, вот, процесс, сказать, а что интересного, ну, что я вот там, например, допустим, занимаюсь, а что в этом интересного, в этом же нет ничего интересного, а когда ты идешь куда-то там, в припрыжку без задышки, и с улыбкой на лице, почему бы не поснимать чего-нибудь, вот, не поделиться хорошим настроением, у нас некоторые снимают, как жрут, как срут, и ничего, а я снимаю, как я матерюсь, мне кажется, почему бы и нет, многим нравится, кто-то смеется очень, кстати, вообще, скажите мне, скажите, как мои истории, не приелись ли они вам, вот мои сторисы именно, не приелись ли они вам, потому что мне порой кажется, что я снимаю одно и то же, хотя вроде и не одно и то же, но как-то все равно, все с одного ракурса, там, что-то вот одинаковое, думаешь, блин, наверное, уже людям надоело одно и то же смотреть, из окна мои вот эти истории, с бомжами, с соседями, там, и так далее, бомжарский вот этот вид, лакшери, лухари, вот, скажите, вам не приелись еще мои сторисы, просто уже не знаешь, не то, что не знаешь снимать, что снимать, я-то, мне вообще похую, честно говоря, что снимать, потому что я в первую очередь, всегда говорю, что я снимаю для себя, чтобы потом, ага, открыть там сто лет назад, в сторис там, в этот день, и, блядь, чуть вернулась, и это, и посмотреть, как бы, что было тогда, как ты выглядел, что говорил, вот, но все равно как-то, ты же для зрителя это делаешь, стараешься там для человека, одели тут солины костины с моей, вот, вику секрет, купили спреи для тела, такие вкусные, и я тоже купил, зачем, не спрашивайте, просто, чтобы были, набрызгался, я сейчас прям это, мне пришлось зарегистрироваться в институте, родители, слушайте, я не знал, что я вас так задену, мне потом написали, что, как она, как она там написала-то, девчонка одна, кстати, тоже все время сидит в эфире, что-то тут ее нет сейчас, как, как она сказала-то, что, типа, я бы, обоссалась, если увидела бы Мишу Жигалеву в Москве просто так, ну, не знаю, что там такого, мне пришлось зарегистрироваться, приятно, мне вчера, кстати, мне вчера говорит, это забавно так получилось, я захожу, значит, в стоматологию, в кабинет, где делают, ну, мне брекеты, да, на смотр к своей любимой Алиночке, Алиночке Валерьевночке, она старше меня года на два, так прекрасная, красивая, добрая девушка, вот прям хорошая, вот я ее прям обожаю, спокойно, вот как должны быть, должны быть какие люди, вот, врачи, в основном, потому что у врачей ангельское терпение у многих, но не у всех, и она мне такая говорит, я, значит, захожу в кабинет, и мне все такие, там у них медсестра, детский врач, и по соседству вот мой ортодонт, в одном кабинете, и я даже немножко не ожидал, я захожу в кабинет, они такие, привет, здравствуйте, здравствуйте, я говорю, здрасте, они такие, ой, мы так это по вам соскучили, ну, что-то в этом роде, я говорю, да, они говорят, мы только вот сейчас недавно посмотрели ваше выступление, ну, видимо, в интернете нашли, вот, посмотрели, здорово, как я такой думаю, я же постоянно уже, скоро год будет, как я хожу к ним, ну, может быть, другая врач была, просто сменщица, ну, детский врач именно, и медсестра другая, и что-то как-то они, вот-вот, я ложусь, значит, в кресло, они такие, все, там, хуё моё, твоё, там, все такие радостные, я, значит, ложусь в кресло, меня Лена Валерьевна говорит, как хорошо, когда есть такие пациенты, как вы, я говорю, да ладно, почему, она такая говорит, вы, вот, не только все добросовестно выполняете, ну, все вот это лечение, все вот эти резиночки, вот эти надеваю, ну, все вот, ну, как положено, ну, а что, деньги-то уплочены, ну, блядь, ёпта, надо лечиться, там больше 100 тысяч, около 200 даже, в общей сложности мне вышло, это лечение, блядь, лечение, да, конечно, будешь все выполнять, но результат же нужен, и она говорит, не только из-за того, что вы выполняете, но, говорит, вот вы все время придете, одарите нас, вот, хорошим настроением, скажете какое-то словцо такое, что мы все посмеемся, и нам так радостно, и мы тут сидим целыми днями, говорит, вот представьте, сидим целыми днями, а тут вы приходите, и мы такие счастливые, и я такой, все, я говорю, не надо больше мне ничего говорить, вот, и многие так, кстати, вот в училище, не дадут соврать, ребята, вот Маша, если она смотрит меня, вспомнит, как вокруг меня всегда собирался, вот такой стол, я, значит, прихожу в столовую, у меня всегда было одно место, в центре, в самом центре, самый центральный стол у стенки, самое центральное место, чтобы я видел всех, она небольшая на столу, садишься ты такой, и к тебе со всех соседних столов, раз, раз со своими стульями идут, подсаживаются люди, и мы все, блядь, ага, ага, блядь, ржем, как это скоты, нас потом ругают, и так далее, когда с пандемией вот было тяжело, нас стали рассаживать, типа по два человека за стол, все такие, блин, хочется вместе посмеяться, вот, и вот всегда как-то, вокруг меня люди должны смеяться, говна в жизни, ребята, много, много, и вокруг меня я всегда стараюсь, чтобы люди смеялись, люди, почему мат, еще почему мат отчасти, потому что это весело, если ты им материшься, не как в помойном ведре, да, там подзаборная какая-нибудь шва, а именно вот так, чтобы люди посмеялись, это же здорово, это же смешно, понимаете, вот, поэтому, и вот она мне вчера такую вещь сказала, я говорю, Алина Валерьевна, говорю, блин, вы прям засмущали меня, она говорит, вы прям, это, я прям диферам об этом все, там чуть ли не с марципанами меня встречают, я такой, дифера себе, блядь, так что, ребята, я здесь не только пою, дарю вам настроение хорошее, да, вот именно в плане пения, но еще и поржать, чтобы элементарно поржать, в школе такого не было, в универе, кстати, тоже такое было, я когда пришел в универ, значит, одна девочка, кстати, дочка священника, Валюшка, она такая, из себя, она мне такая говорит, Миша, я, говорит, вот когда я шла в университет поступать, я, говорит, знала, я в университете недолго проучился, полгода, наверное, чуть больше полгода, она говорит, Миша, я, говорит, знала, что у нас будет в группе такой человек, как ты, он должен быть в каждой группе, типа заводила что-то, ну, типа поржать, вот это, я, говорит, знала, что у нас будет такой, как ты человек, я говорю, Валек, спасибо Кстати, сегодня в Серебряном городе Гулял, встретил девчонку Олю, которая со мной на фотке В танце, где я В университетские годы танцевала У меня не цветная фотка там Три фотки назад, что ли Встретила, говорю, Оля, блядь Говорю, я только недавно с тобой фотку выложил Говорю, скучаю прям по университету Это мое лучшее было время Лучше даже, чем в училище В школе, и это было супер Так что, где я учусь Да, душа компания Где я учусь, всегда ржака должна быть Ну говна, ребят, ну говна в жизни Очень много, ну надо как-то Разбавлять ситуацию, ну как Да, может быть, это какое-то легкомыслие Да, может быть, это не совсем правильно Потому что ты уже взрослый человек Ну и что, ну и что Кстати, и на голосе я тоже таким же был И на голосе я был таким же Ну, с кем-то мы болтали Вот, например, с Гором Испирианом, из команды Полины Гагариной Все время с ним ржали И он тут мне прокомментиров Вот Тоже смеялись все время Так Что-то я так жрать хочу Я не могу жрать У меня, блядь, все болит уже Мне пришлось... Так, я живу в Рязани В частном доме Сто процентов Наш транспорт и наша улица Ужас В частном доме, знаете Частному дому розань, как говорится Вы знаете, есть действительно Вот у нас дом Ужасный, честно Очень низкие потолки Он 37-го года постройки Но я ничего не могу сделать Как бы Честно вам, по секрету скажу Вот если бы я жил бы отдельно Я бы себе уже обставил бы дом Так, как я хотел Я бы сделал себе ремонт Такой, какой я хочу Хотя бы какой-то, вы знаете Чисто внешний Даже не то, что прям косметически сильный Нет, ну вот я бы поклеил бы обойки Сделал бы, ну так, чтобы все было красивенько Дома, ну вы бывает Замечаете, может, в сторисах Как бывает Бревна какие-то видны Какой-то сарай Какий-то вокруг, да Я никуда это не могу деть Дом, вот он такой Есть дом Он есть Никуда это не денешь Я бы, честно говоря Сделала бы давным-давно ремонт Я говорю, баб, ну давай сделаем Ну вот эта вот паутина Которая бывает висит Пауки ползают Это жесть Грязь вот эта Я очень чистоплотный человек Мне нужно Но это не мой дом Я не могу здесь ничего делать Понимаете Я вот Моя комната всегда в чистоте и в порядке И то, ребят, вы бы знали Вот у меня все плакаты висят Вот это Это все заклеивают Бревна Огромные вот эти бревна У меня одни сплошные дыры Из которых лезут всякие пауки И так далее Я уж это все закрываю Заклеиваю Бабушки-то насрать И брату моему Им вообще похуй Мы каждый живем в своей комнате У нас у каждого своя комната Но я не могу так Мне нужно, чтобы у меня был ремонт Чистота Порядок Я каждый месяц делаю генеральную уборку Каждую неделю я делаю влажную уборку У меня всегда порядок и чистота Но все равно При этом, при всем Я не могу, например, делать какие-то Колоссальные изменения Понимаете? Вот Вот я вас не знала же Я когда подошла У вас энергетика необычная пробила меня Я, кстати, заметила И смотрю Вы что-то уходить не хотите Не хотите Не хотите Отдали журналы Как-то вот Обычно отдашь журналы Разойдешься И мне тоже как-то неловко Я думаю Может, что сказать хотят Не знаю И мат отчасти делает ее тоже Нематерящиеся люди скучны И неестественная правда Да, они такие Чопорные, сухие Они такие вот, знаете А вот хочется говнеца в этой жизни Ну, что вот эта вся постанова Вся вот эта вот красота Ну, хочется вот этой естественности Потому что мы все люди в первую очередь И в первую очередь Как правило Нас вообще артистов И не артистов Смотрят, как правило Простые люди из деревень Там, я не знаю Из обычных квартирных домов Там самые простые люди И им хочется какой-то вот Конечно, им нравится смотреть На шикарность На какую-то вот неестественность Эту вкусную жизнь Но, с другой стороны Они такие смотрят и думают Блядь, а у нас-то этого никогда не будет Поэтому Чё, я такой же человек Я сру, ссу И жру, сплю Ну, что И Путин такой же Он тоже срёт, жрёт И так далее Мы все состоим из говна и палок Молодец Хорошие истории Настроение сразу залетает Спасибо большое Очень рад, что вам нравится Хорошего настроения И буду рада видеть У тебя У себя на странице С наступающим Только здоровья и позитива Спасибо, мои хорошие Вам тоже только здоровья и позитива Кстати, позитив он действительно лечит Если мы будем ржать постоянно И насрём на всех На окружающих Всё здоровье нам обеспечено Маше, это точно Конечно Это было весело В училище было весело Особенно, когда в столовке собираешься Душа компании Да, твоя история поднимает настроение Спасибо Близнецы самые весёлые Кстати, правда Да, близнецы трудноватые люди Мне тут бабушка сказала Вот, ты, говорит, бываешь такой То нормально с тобой можно поговорить То ты бываешь такая тварь, сука И так далее Ну, не так, конечно Ну, так прям Говорит, ты будешь невыносим Да Но я никогда не Я как-то очень много завишу Наверное, от человека Вот я на сцене выступаю У нас синтез происходит Между зрителем умной Они меня подпитывают Я их И у нас такой круговорот идёт И то же самое с собеседником Если я вижу вот эту волну Классную, кайфовую, весёлую И я буду всегда весёлым Если там что Ну, конечно, что-то не по-моему Или что-то там Что-то как-то нехорошо Сразу начинается Говно из меня лезет И сразу портится отношение Это бывает И у меня, и я Всё, сразу все Двенадцать пробило Сразу все съёбываются Ну, уже пора, ребят Что-то мы запизделись Миша, мы всей семьёй Просто влюбились в тебя Когда увидели И услышали тебя В голосе Спасибо большое Вы у меня Самый лучший Вы это знаете И я себя не ощущаю Никакой там Звездой Ничего Но я хочу, чтобы Меня люди знали Как простого человека Как обычного человека Не как какого-то там Звезду Нет Я для вас дарю Я, кстати, не теряю надежды Что я буду дальше участвовать В проектах Я очень хочу Потому что вот Алина Вот новая Наша знакомая Моя Теперь в Москве Фанатка Гарри Поттера Тоже, надеюсь Вот Сказала, что Надо, надо Продвигаться И вот Я сам-то дурачок Я по этим сайтам Даже не хожу Потому что Ну что, что я Я не живу в Москве Чтобы вот так вот Раз проснуться Там Утром в Москве И там К 9.30 Какие-нибудь Пробы приехать Или на какие-нибудь там Съемки Или еще куда-то Мне придется Из Иванова ехать Это значит Где-то жить Это значит Снимать Вот Поэтому Немножко в этом плане Тяжеловато Но я думаю Все это нормализуется Сейчас вот Я закончу Здесь свои дела В Иванове Я обязательно Переезжаю в Москву Потому что здесь Мне тухленько Тухленько Скучно Скучно Хочется Какого-то движения И хочется Какой-то вот Жизни Жизни И веселья В каких тонах Что в каких тонах Что в каких тонах Я уже просто Потеряла мысль Мне кажется Люда Меня не смотрит Специально Она на меня Обиделась Мне кажется Она сидит Она постоянно Потому что В инстаграме сидит Она меня обиделась Мы с ней вчера Просто немножко Повздорили Она сказала Что Ксюша Подлизывает Всем вопрос Но я Ксюшу люблю Потому что Она не подлизывает Она такая же Как я Такая же энергичная Такая же За справедливость А у тех У кого есть бабло Чего им Надрываться У них бабло есть А мы Всю жизнь Будем доказывать Что мы Не говно Миша А чем бы ты Хотел заниматься Помимо пенька Сферы деятельности Ну естественно Как любой Другой Я очень люблю Я очень люблю Режиссуру Не актерство Я не хочу Быть актером Я хочу быть режиссером Я вот пишу книгу Я вижу Нередко Из островского Сыграть Там вот так Вот так вот Вот именно Вот так Не хочу я вот так Его играть Или там еще Кого-нибудь Нет Я засовываю Свою Хочу в жопу Потому что Режиссер должен быть Один И играть так Как просит режиссер Сниматься Здорово Конечно В театре Грать Здорово Тоже хочу Вот вся творческая Вот эта составляющая Мне очень нравится Очень нравятся Языки Я бы с удовольствием Преподавала бы Немецкий язык Но моих знаний Пока хватит Только на базу То есть на начальные Классы Но никто Не говорит Что типа Как бы Стоим на месте Можно же Брать какие-то курсы Я вот сейчас закончу Заниматься сам Самостоятельно Самостоятельно Очень тяжело заниматься Потому что Ты себя заставляешь Вот когда ты Педагогу На репетиторство Ходишь Уже по-другому Когда ты сам Тяжело Особенно дома Но я стараюсь Я учу новые слова Я учу новые правила Постигаю Я купил книгу Гарри Поттер Вот я говорил Харри Поттер Ун Девайз Дэштайн Ун Девайзен Дэштайн Вроде так сказала Философский камень Чтобы просто Она была И когда Я пойму Что я созрел Я ее обязательно Начну читать Вот Я Доучу У меня два тома Я еле-еле Я год назад Начала заниматься Я еле-еле двигаюсь Но я думаю Что за год Я освою первый том И за второй год Я второй том освою Потом я себе Куплю какие-нибудь Курсы Онлайн Получу сертификат Что я их прошел И может быть Буду уже учиться У более Повышенные Ну повышать Вот эти квалификации По немецкому языку И буду двигаться дальше Потому что Очень мне нравятся Немецкие языки Я просто люблю А вообще Всегда Как-то у меня Это уже входит В норму вещей Все педагоги Которые в меня вкладывали И которых К сожалению Нет В живых Надежда Валерьевна Моя любовь Она Вы представляете Какой она была Человек Она Вела у меня С самого Детства И Отправляла на конкурсы Ее не стало Когда я пошел В Восьмом классе Она перед смертью Вообще Жизнь меня не щадит Вот на людей Которые меня любят Которые со мной Постоянно И они умирают Почему-то Я к ней захожу В камень Это ее дернут Короче инсульт Или инфаркт А она ходила Все равно продолжала В школу ходить И нас уже Вел другой педагог И она бывало Заходила на урок Ну что-то Ну что-то ей надо было взять И мы все так Надежда Валерия Здравствуйте Здравствуйте Халло Гуден так Майн либе фрон Майн либлинг слэх Господи Это наша действительно Любимая учительница Она стоит такая Она не может сказать У нее нарушена речь Была Вообще Она не могла Она так говорила И она Со слезами Она просто Она вот так машет И просто вот так У нее слезы текут Она уходила Прятала лицо И я все время К ней заходила В восьмом классе В ее кабинетик И она слушала Бесконечно Катюшу на немецком языке В моем исполнении Я говорю Надежда Валерьевна Вы что Говорю слушайте А она понимала Скорый уход И вот Это было полгода Продолжалось И в январе Или там в феврале Ее не стало И это моя миссия Изучать немецкий язык Немецкий язык Это благодарность ей Я думаю Она на небесах Она слышит И видит Как я стараюсь Да Не всегда получается Да Не всегда Но я заставляю себя Благодарность Этой великой женщине Если бы она была жива И она бы меня довела до конца Возможно Я бы вообще Сдавал бы в одиннадцатом классе Немецкий язык И поступил бы На роман германской филологии Учился бы И уже бы Давным-давно В Германию Уехал бы Наверное Но к сожалению Все нарушилось Потом Людмилочка Юрьевночка Которая умерла Вот буквально Недавно Моя учительница По фортепиано Фортепиано Не является моей основной Профессией Ну моей специальностью Но Я занимаюсь Стараюсь заниматься Каждый день По часу На фортепиано Потому что я знаю Что она в меня верила И ее последние слова По телефону Были Миша Ты все сможешь Я ей когда сказала Что я говорю Я выучил наконец-то Клоду Дебюси Девушка с волосами Цвета льна Она там уже Чуть ли в трубку Не ревела У нее просто Видимо с сосудами Были проблемы И ковид Она Ну так Миша Миша Молодец Молодец Удачи тебе Она Меня уже Тоже Я не понимаю Почему Почему Блядь Люди Которые меня Любят И которые Мамочка Моя Они все Уходят Из этой жизни Вот И это Просто Мой долг Мой долг Продолжить Вот эту Вот Вот эту Вот Работу В которую Меня Частицу Своей души Вложили Эти Замечательные Добрые Люди Вот И я думаю Что Только это Меня держит Вот Чтобы заниматься Дальше Чтобы Продвигаться И Надежда Валерьевна Это И Людмила Это мои Просто Самые Любимые Люди Ладно Так Извините Что я Немножко Это Так что Помимо Пения Я бы Наверное Да Ну естественно Все что Связано С актерством Играть Режиссура Немецкая Преподавание Я люблю Преподавать Литературу Люблю Очень сильно Я бы мог Преподавать Литературу Вот Да Да Сценарии Пишу Кстати Можно попробовать Что-то в этом духе Сейчас отвечу На вопрос О книге Ольга Кормухина Максик Пишет Подала В суд Наполину Гагарину Причина Песни Кукушка Версия Кости Меладзе Спета Гагариной Оказалась Почти копия Кавера Кормухины Слышала об этом? Нет, я не слышала об этом Но это странно На самом деле Потому что Костя Меладзе Действительно Сделал гениальную Обработку Песни Кукушка Гагариновская Исполняет Все Костя Меладзе Очень красиво Но нередко Сейчас встречаются Действительно Плагиаты Которые Люди Менять тональность Немножечко темпа Немножечко где-то Нотки И получается Абсолютно другая песня Вроде красиво Красиво На самом деле Все плагиат Не слышал Не слышал На Кормухина Говорят сильная женщина Потому что Она и в церкви уже жила Монашкой была А мне Разонравилась Москва совсем Может быть Мне тоже Когда-нибудь Разонравится Но сейчас Пока у меня Клокочет эта энергия По крайней мере Она мне Придает сил И каких-то Стремлений В Иванове Тухленько И я думаю Маш Со мной Должна Согласится А как вам Продолжение Гарри Поттер Проклятое дитя Которое написало Не Роулинг Написала Роулинг Не Роулинг Да Но она совместно С Тиффани Там Тиффани и Бугатти Джон Тиффани Вроде Еще какой-то Там был режиссер Я прочитала Эту книгу Дважды В переводе Рассмен Который подпольно Печатают Сейчас активно Внедряю Да Вот эти имена И в переводе Махаон Махаон Буквально Несколько дней Назад Закончил читать Интересное Возвращение В Хогварт Но Вообще Может быть Продолжение Таким Мы Вот чисто Отходим От канона То есть От привычной Нам Атмосферы Хогвартса Возвращаемся В прошлое Как раз таки В жизнь Гарри Поттера Когда мы Хавик Времени Да Ну Прикольно Прикольно На самом деле Очень прикольно Конечно Но Еще бы лучше было Как ждали все Наверное Все таки Более Жизнь Вот этой Троицы Да Воссоединение Да Там После стольких лет Когда они Там уже взрослые Какое-нибудь Приключение Мы бы с ними Вот Предложила Вот это Было бы Интересно Наверное Этого Все ждали А мы В итоге Читаем Про их Детей Ну Как бы Не особо Но Все равно Имеет место Быть Меня Не впечатлило Но Прикольно Почему Нет Миша А пишешь Книгу В каком Женре Пишу Биографический Роман Одного Очень известного Человека Я изучаю Сейчас активно Его историю Но Конечно Я добавляю Свои художественные И выдуманные Сюжеты Чтобы читать Было интереснее Я закончил Первую часть Книги Планирую Три части Написать В одной большой Книге Я очень рад Что я написала Первую часть Вы знаете Уже можно Даже ее Сейчас обработать Отредактировать Это уже получится Небольшая такая Книжечка А если три То получится Хороший роман Вот Но Мне надо Чтобы писать дальше Мне надо Поизучать Эту биографию Не буду говорить О ком Хотя В принципе Догадаться Не сложно Но пока Я все-таки Сохраню это Втайне И буду дальше Писать Я сейчас Закончу С этими уборками Перед Новым годом И в каникулы В новогодние Замысь Второй частью Я первую часть писала Десять лет Представляете Я не писал И тут вот Как раз Почему я еще В Иванове Сейчас сижу Я хочу Все свои дела Закончить В Иванове Которые я давно Планировала У меня очень много Книг накопилось Я уже говорил Миллион раз Литература Которую я сейчас Читаю Которую я сейчас Закончила Уже слава богу Читать Я со всем этим Наконец-то Уже распрощался То есть Сейчас у меня Все вот Свобода Я все закончила Ура Наконец-то Вот Я прочитала Проклятое дитя Так Начало И конец Плюс краткое изложение Прочел Не очень я поверил В эту историю И предпочел Выкинуть это из головы Ну Говорю Каждому свое То есть Особо как бы Не впечатляет В плане Ну не отнесешь Ты это не как Поториане Понимаете Как будто Это какой-то аналог С антуражем Из Гарри Поттера Со всякими Мерчами Да То есть Тупо Обстановка Гарри Поттеровская Но Не те Абсолютно герои Уже не то Понимаете Миша Ты прав Иванове Тухла Двигайся Вперед Дерзай Мой сын Тоже не хочет Жить здесь Сказал Закончу Колледж Еду в Москву Я за Да Правда Правда Это интересно Ребят Я уже без сил Я хочу жрать Меня уже колбасит Надо уже потихонечку Отключаться Прощаться И просто делать Почаще эфиры Чтобы нам с вами Вот так общаться Потому что я могу Пиздеть Не закрывая рта На протяжении Очень многого времени Мне правда Этого не хватает Потому что Вспомнить себя Назад Когда ты постоянно Со всеми болтаешь В училище Учишься Мне тут Почта приходит В училище Постоянно Вокруг тебя Много народу Много Много народа Много всяких ребят И это постоянно В какой-то Динамике А сейчас я просто Затухаю здесь Просто затухаю Поэтому Поэтому вот Поэтому вот так Очень не хватает Мне общения Именно общения Я конечно же Общаюсь Со своими Но мне вот нравится В компаниях Я такой компанейский Понимаете человек Мне вот нравится Как-то с людьми болтать Еще бы круто Если бы мы с вами Вот так собрались Все вживую И поболтали бы Все было бы здорово Я люблю такое Лучше создавать Свои приключения В жизни Путешествовать Чем читать И смотреть фильмы Это отнимает Кучу времени Ну Не соглашусь Везде Везде очень важна Золотая середина Моя хорошая Всегда нужно быть В центре новинок Чтобы ты не был Отстающим человеком Конечно Приключения Путешествия В жизни Это круто Но моя дорогая Не у всех есть Сбережения Деньги Финансы Не у всех есть Желание Здоровья Ведь для этого Нужно здоровье И финансы Вот Поэтому Когда есть такое Замечательно Но смотреть фильмы И вдохновляться Ты что это Особенно если Каких-то Очень именитых И действительно Поистине Умных И философских Каких-то Режиссеров Это замечательно Это замечательно Но я с тобой соглашусь Конечно И приключения В жизни Путешествовать Создавать свое Создавать Создавать Уникальное Что-то То что Рождается С твоей головы Это хорошо Поэтому я Вот к книге И прибег Я Мне тяжело Садиться Снова Там писать Но когда ты Начинаешь Писать Все Я могу Я могу лечь Например на ночи На телефоне Я могу час Час на пролет Да например Бывает сижу Уже ложусь спать Мне уже надо Мне завтра В церковь На службу Я пишу Я не могу У меня льется 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 Я быстрее Пишу 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 Все Быстрее Записываю И это Прям Замечательно Надо фан Встречи Организовать Да конечно Было бы еще И с кого У меня Немного Совсем Людей Хотя на самом деле Стоит Стараться Даже и ради Малого Количества Людей Все Мои хорошие Давайте закругляться Давайте С вами Будем Отключаться Я пойду Пожру И буду заниматься Делами Опять я сегодня В два часа ночи Лягу спать Я вас всех безумно люблю Продолжаю вас радовать Своими ебанутыми историями И еще раз прошу прощения Если я где-то что-то Кого-то обидел Искорбил За мат Кого она обижает Я никому Я никому не наношу Зла Не желаю Я только с добром Только с миром Поэтому мы с вами все На связи Я вас всех Люблю Давайте Не теряйтесь Мои хорошие Я вас Обожаю Все Все